Часть 7. 1874-1875 годы. Глава 1. 1874 год. Арест. Некрасов. 1. 1874 года. Которому муж обратился, посоветовал ему лечиться сжатым воздухом. Кошлаков рекомендовал лечебницу доктора Симонова, помещалась на Гагаринской улице, где Федор Михайлович и просиживал два часа под колоколом по три раза в неделю. Лечение сжатым воздухом принесло мужу большую пользу, хотя отнимало от него массу времени, так как разбивало весь его день. Приходилось рано вставать, спешить к назначенному часу, ожидать запоздавших пациентов, сидевших вместе с ним под колоколом и прочее. Это все неприятно действовало на настроение мужа. Ягодило в то время Федора Михайловича и то, что благодаря редакционной работе и нездоровью, ему все еще не удавалось отсидеть свой двухсуточный арест, которому он был приговорен в прошлом году за статью в гражданине. Наконец, муж уговорился с Коне, и арест был назначен во второй половине марта. 21 числа утром явился к нам околодочный, Федор Михайлович его уже ожидал, и они поехали сначала в окружной суд. Я же через два часа должна была зайти в участок узнать, в каком именно учреждении муж будет помещен. Оказалось, его поместили на гаупфуахте на Сенной, ныне городская лаборатория. Я тотчас отвезла туда небольшой чемодан и постельные принадлежности. Времена были простые, и меня тотчас к мужу пропустили. Федора Михайловича я нашла в добродушном настроении. Он стал расспрашивать, не скучают ли по нем детки, просил дать им гостинцев и сказать, что он поехал в Москву за игрушками. Вечером, уложив детей спать, я не утерпела и опять поехала к мужу, но за поздним временем меня к нему не пропустили, и мне только удалось передать ему через сторожа свежие булки и письмо. Мне так было обидно, что не удалось с ним поговорить и его успокоить насчет детей, что я стала под окном гаупфуахты, последняя от Спасского переулка, и увидела мужа, сидящего за столом и читающего книгу. Я стояла минут пять, тихонько постучала, и муж тотчас встал и посмотрел в окно. Увидев меня, он весело улыбнулся и стал кивать головой. Ко мне в эту минуту подошел часовой, и пришлось уйти. Я пошла к Майкову, жившему вблизи Носадовой, и просила его завтра навестить мужа. Он был так добр, что уведомил об аресте Соловьева, и тот тоже навестил мужа на завтра. Не точно. Об этом Соловьев пишет в Мартовском, номер 3, номере исторического вестника за 1881 год, страница 614. И на второй день я побывала у мужа два раза, вечером опять у окна, и на этот раз он меня поджидал. А на третий день, часов в 12, мы с детишками радостно встретили вернувшегося из Москвы папу. Он по дороге заехал в магазин и купил детям игрушек. Вернулся из-под ареста Федор Михайлович очень веселый и говорил, что превосходно провел два дня. Его сожитель по камере, какой-то ремесленник, целыми часами спал днем, и мужу удалось без помехи перечитать отверженные Виктора Гюго произведения, которые он высоко ценил. «Вот и хорошо, что меня засадили», — весело говорил он, — «а то разве у меня нашлось бы когда-нибудь время, чтобы возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великого произведения». В начале 1874 года Федор Михайлович решил окончательно оставить редактирование гражданина. Последний номер, подписанный его именем, вышел 15 апреля. В апреле 1874 года Достоевский перестал быть редактором гражданина, но фактически уже в конце 1873 года он выполнял лишь номинально функции редактора, о чем и писал по годину 12 ноября 1873 года. «Я составляю номер, читаю статьи, переделываю их и изредка пишу сам, вот моя работа. Что же до всего прочего, то если бы я и захотел, не могу о том иметь понятие письма, том 4, 302 страница». Федора Михайловича вновь потянуло к чисто художественной работе. Новые идеи и типы зародились в мозгу его, и он чувствовал потребность воплотить их в новом произведении. Заботил, конечно, вопрос, куда поместить роман на тот случай, если у русского вестника будет уже приобретен материал для следующего года. Речь идет о подростке. Да и вообще для мужа всегда было тягостно самому предлагать свой труд. Но случилось одно обстоятельство, которое счастливо разрешило беспокоивший нас вопрос. В одно апрельское утро, часов в 12, девушка подала мне визитную карточку, на которой было напечатано «Николай Алексеевич Некрасов». Зная, что Федор Михайлович уже оделся и скоро выйдет, я велела просить посетителя в гостиную, а карточку передала мужу. Минут через пять Федор Михайлович, извинившись за промедление, пригласил гостя в свой кабинет. Меня страшно заинтересовал приход Некрасова, бывшего друга юности, а затем литературного врага. Я помнила, что в «Современнике» Федора Михайловича бронили еще в 60-х годах, когда издавались «Время и эпоха». Да и за последние годы не раз прорывались в журнале недоброжелательные выпады со стороны Михайловского, Скобичевского, Елисеева и других. Речь идет об отечественных записках, так как «Современник» перестал выходить в 1866 году. О дружбе с Некрасовым в 40-е годы, о первой вечно памятной встрече, Достоевский рассказал в дневнике писателя за 1877 год. Достоевский, 1926-30 годы, том 12, 29-я, 32-я страницы. Смотри также воспоминания Григоровича в книге «Достоевский в воспоминаниях», первый том, 132-я, 133-я страницы. Но вскоре между ними возникли и недоразумения, связанные главным образом с изменившимся отношением Белинского и его кружка к Достоевскому. Смотри об этом воспоминания Панаевой в книге «Достоевские в воспоминаниях», том 1-й. Однако разрыва еще не произошло. В журнале «Братьев Достоевских. Время» появляются крестьянские дети и смерть Прокла Некрасова. В начальную порву времени, когда его почвенническое направление еще смутно вырисовывалось, не только Некрасов, написавший шутливые послания «Гимн времени», но и Чернышевский относились к новому журналу благожелательно. В дальнейшем, главным образом, благодаря нетерпимо и воинственно настроенным ведущим сотрудникам журнала Страхову и Григорьеву, а, с другой стороны, с приходом в современник такого острого и непримиримого полемиста-сатирика, как Салтыков Щедрин, идейная борьба между временем, позднее эпохой, и современником заметно усилилась, а после смерти Добролюбова и ссылки Чернышевского приняла чрезвычайно острые формы. Это, естественно, не могло не сказаться и на ухудшение отношений между Некрасовым и Достоевским. Однако враждебными их отношения не были никогда. Даже в 1873 году, когда Достоевский упрекал Некрасова в мундирности и иронизировал над поэмой «Русские женщины», он, тем не менее, не скрывал своего сочувствия к одному из самых страстных, мрачных и страдающих наших поэтов. Достоевский, 1926-30 годы, том 11, страница 23. Анна Григорьевна, прямолинейно, без конкретных оснований, относит к числу недоброжелателей Достоевского, сотрудников отечественных записок Михайловского, Скобичевского, Елисеева, имея в виду преемственность традиций отечественных записок и современника. Между тем, Скобичевский и Елисеев, если не считать отдельных упоминаний, ничего о Достоевском в отечественных записках не писали, а Михайловскому принадлежит единственная спокойная и объективная статья о бесах. Отечественные записки, 1873 год, номер 2. О полемике современника с журналами «Время и эпоха» смотри «Воспоминания о Достоевском», биография, 275-276 страницы. Борщевский, Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. Москва, 1956 год. Гуральник. Достоевский в литературно-эстетической борьбе 60-х годов. В сборнике «Творчество Достоевского. Москва, 1959 год». Смотри также гинт «Достоевский и Некрасов. Север, 1971 год, номер 11-й, страница 103-я, 123-я, номер 12-й, страница 106-я, 123-я. Я знала также, что по возвращении из-за границы Федор Михайлович еще нигде не встречался с Некрасовым, так что посещение его должно было иметь известное значение. Любопытство мое было так велико, что я не выдержала и стала за дверью, которая вела из кабинета в столовую. К большой моей радости я услышала, что Некрасов приглашает мужа в сотрудники, просит дать для отечественных записок роман на следующий год и предлагает цену по 250 рублей с листа, тогда как Федор Михайлович до сих пор получал по 150. Некрасов, видя нашу очень скромную обстановку, вероятно, думал, что Федор Михайлович будет чрезвычайно рад такому увеличению гонорара и тотчас даст свое согласие. Но Федор Михайлович, поблагодарив за предложение, сказал, «Я не могу дать вам, Николай Алексеевич, положительного ответа по двум причинам. Во-первых, я должен списаться с русским вестником и спросить, нуждаются ли они в моем произведении. Если у них на будущий год материал имеется, то я свободен и могу обещать вам роман. Я, давнишний сотрудник русского вестника Котков, всегда с добрым вниманием относился к моим просьбам и будет неделикатно с моей стороны уйти от них, не предложив им своего труда. Это может быть выяснено в одну-две недели. Считаю нужным предупредить вас, Николай Алексеевич, что я всегда беру аванс под мою работу и аванс в две-три тысячи». Некрасов изъявил на это полное свое согласие. «А второй вопрос, — продолжал Федор Михайлович, — это как отнесется к вашему предложению моя жена. Она дома, и я ее сейчас спрошу». И муж пошел ко мне. Тут произошел курьезный случай. Когда Федор Михайлович пришел ко мне, я торопливо сказал ему, «Ну зачем спрашивать? Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно». «На что соглашаться?» — с удивлением спросил муж. «Ах, Боже мой, да на предложение Некрасова». «А ты как знаешь о его предложении?» «Да я слышала весь разговор. Я стояла за дверью». «Так ты подслушивала?» «Ну как тебе, Анечка, не стыдно?» — горестно воскликнул Федор Михайлович. «Ничего не стыдно. Ведь ты не имеешь от меня тайн, и все равно непременно сказал бы мне. Ну что за важность, что я подслушала? Ведь не чужие дела, а наши общие». Федору Михайловичу оставалось только развести руками при такой моей логике. Федор Михайлович, вернувшись в кабинет, сказал «Я переговорил с женой, и она очень довольна, что мой роман появится в отечественных записках». Некрасов, по-видимому, был несколько обижен, что в таком деле понадобилось мое согласие, и сказал «Вот уж никак не мог я предположить, что вы находитесь под башмачком вашей супруги». «Чему тут удивляться?» — возразил Федор Михайлович. «Мы с нею живем очень дружно. Я предоставил ей все мои дела и верю ее уму и деловитости. Как же мне не спросить у нее совета в таком важном для нас обоих вопросе?» «Ну да, конечно, я понимаю», — сказал Некрасов, и перевел разговор на другой предмет. Посидев еще минут двадцать, Некрасов ушел, дружелюбно простившись с мужем и прося его уведомить, как только получит ответ от русского вестника. Чтобы скорее выяснить вопрос о романе, Федор Михайлович решил не списываться с русским вестником, а самому съездить в Москву и поехал туда в конце апреля. Котков, выслушав о предложении Некрасова, согласился назначить ту же цену, но когда Федор Михайлович просил дать ему аванс в две тысячи, то Котков сказал, что им только что затрачены большие деньги на приобретение одного произведения — романа Анна Каренина, и редакция затрудняется в средствах. Таким образом, вопрос о романе был решен в пользу Некрасова. Глава вторая. 1874 год. Отъезд за границу. Прожив май вместе с семьей в Старой Руссе, Федор Михайлович 4 июня уехал в Петербург с тем, чтобы, по совету профессора Кошлакова, поехать для лечения в Эмс. В Петербурге князь Мещерский и какой-то его родственник стали убеждать мужа поехать не в Эмс, а в Соден. Такой же совет дал мужу и всегда лечивший его доктор фон Брецель. Эти настойчивые советы настолько смутили Федора Михайловича, что он решил в Берлине попросить совета у тамошней медицинской знаменитости профессора Фрериха. Приехав в Берлин, он и побывал у профессора. Тот продержал его две минуты и только дотронулся стетоскопом до груди, а затем подал ему адрес эмского доктора Гутентага, к которому и предложил обратиться. Федор Михайлович, привыкший к внимательному осмотру русских врачей, остался очень недоволен небрежностью немецкой знаменитости. Федор Михайлович приехал в Берлин 9 июня. И так как все банкирские дома были заперты, то отправился в Королевский музеум смотреть Каульбаха, о работах которого так много говорили и писали. Произведения художника Федора Михайловича не понравились. Он нашел в них одну холодную аллегорию. Письмо ко мне от 25-13 июня 1874 года, примечание Достоевской. Письма, том 3, 102 страница. Вероятно, отзыв Достоевского «Холодная аллегория» относится к картинам Каульбаха «Битва гуннов» и «Разрушение Иерусалима», которыми расписан вестибюль Берлинского королевского музея. Но другие картины музеума, особенно старинных мастеров, произвели на мужа отличные впечатления. И он выражал сожаление о том, что в наш первый приезд в Берлин мы не осмотрели вместе эти художественные сокровища. В Берлине Федору Михайловичу пришлось ходить по магазинам, чтобы купить по просьбе хозяйки нашей дачи для нее черную кашемировую шаль, вроде той, какую муж мой купил для меня в Дрездене. Федор Михайлович удачно справился со взятым на себя поручением и купил отличную шаль, и сравнительно за недорогую цену. К слову скажу, что муж мой понимал толку в вещах, и все его покупки были безукоризненны. Дорогой из Берлина Федор Михайлович был в полном восхищении от прелестных картин природы. Он писал мне, «Все, что представить можно обольстительного, нежного, фантастического в пейзаже, самым очаровательным в мире, холмы, горы, замки, города, как Марбург, Лимбург, с прелестными башнями, в изумительном сочетании горы долин, ничего еще я не видал в этом роде. Итак, мы ехали до самого Эмса, в жаркое, сияющее от солнца утро». Письмо ко мне от 25-го, 13-го июня 1874 года. Примечание Достоевской. Письмо, том 3, 103-я страница. С восторгом описывает Федор Михайлович и красоты Эмса, который в дальнейшем, вследствие тоски и одиночества, всегда производил на него угнетающее впечатление. Остановившись в гостинице, Федор Михайлович в день приезда пошел к доктору Орту, которому имел письмо от доктора фон Бретцеля. Орт очень внимательно осмотрел мужа, нашел, что у него временный катар, но заявил, что болезнь довольно важная, потому что чем больше она будет развиваться, тем будет меньше способности дышать. Предписал пить воды и обещал после четырехнедельного лечения верное выздоровление. В тот же день мужу после долгих поисков удалось найти себе две комнаты во втором этаже в хаус Блюхер номер 7 за плату по 12 талеров в неделю. Кроме того, хозяйка за утренний кофе, обед, чай и небольшой ужин согласилась брать по полтора талера в день. Федор Михайлович, описывая, как проводит время, пишет, что читал только Пушкина и упивался восторгом. Каждый день нахожу что-нибудь новое. В этом же письме от 28-16 июня муж сообщает. Вчера вечером на гулянии в первый раз встретил императора Вильгельма, высокого роста, важного вида старик. Здесь все встают, и дамы снимают шляпы и кланяются. Он же никому не кланяется, иногда лишь махнет рукой. Наш царь, напротив, всем здесь кланяется, и немцы очень это ценят. Мне рассказывали, что и немцы, и русские, особенно дамы высшего нашего света, так и норовили, чтобы как-нибудь попасться на дороге царю и перед ним присесть. Письма, том 3, 108 и 110 страницы. Прошла какая-нибудь неделя, как Федор Михайлович уже затасковал по семье, с которой ему до сих пор приходилось расставаться лишь на короткое время, причем имелась возможность к ней приехать в каком-нибудь экстренном случае. Тоска Федора Михайловича увеличивалась, и вследствие того, что письма мои отсылались несвоевременно и приходили значительно позже, чем их ожидал мой муж. Зная, что он будет беспокоиться, я сама относила письма на почту и каждый раз просила почтмейстера немедленно их отправлять. Приносила им показать письма мужа с жалобами на медлительность старорусского почтамта, умоляла не задерживать нашу корреспонденцию, но все было напрасно. Ее оставляли в Руссии на 2-3 дня, и только весной 1875 года мы узнали, отчего подобная задержка происходит. Смотри об этом дальше, 6 главу 7 части настоящего издания. После трех недель житья в Хаусблюхер, где хозяйка его очень обсчитывала и думала перевести его в верхний этаж, Федор Михайлович переселился в отель Вильдальжер, номер 4-5. На этой квартире ему жилось очень хорошо, так как комнаты были выше и имелся балкон, который оставался открытым до позднего вечера. В Эмсе у Федора Михайловича было несколько знакомых из русских, которые были ему симпатичны. Так он встретился с Кублицким, Штокеншнейдером, господином Икс и с княжною Шаликовой, с которой он встречался у Каткова. Эта милая и добрая старушка очень помогла Федору Михайловичу переносить тоску одиночества своим веселым и ясным обращением. Я была глубоко ей за это признательна. Тоска мужа усиливалась от того, что он привыкший ежедневно делать большие прогулки два раза. Лишь он был этого удовольствия. Гулять в небольшом парке Курзала среди толпы и толкотни было немыслимо, а подниматься в гору не позволяло состояние здоровья. Беспокоили его тоже мысли о том, как нам придется жить этой зимой. Довольно большой аванс, который мы получили от Некрасова, был уже истрачен. Частью на уплату неотложных долгов, частью на заграничную поездку мужа. Просить вперед, не доставив хоть части романа, было немыслимо. Все эти обстоятельства, вместе взятые, влияли на мужа. Нервы его расшатались, возможно, что так же и от питья вод, и он слыл в публике желчным русским, читающим всем наставления. Письмо ко мне от 21-го 9-го июля 1874-го года, примечание Достоевской. Письма, том 3-й, 127-я страница. Переписку Федора Михайловича и Анны Григорьевны Достоевских за этот период смотри в книге «Переписка» 102-139-я страницы. Очень утешали мужа мои письма и рассказы о детях, их шалостях и их словечках. «Твои анекдоты о детишках, милая моя Аня», — писал он от 21-го 9-го июля, — «меня просто обновляют, точно я у вас побывал». В том же письме Федор Михайлович упоминает о пробеле в воспитании наших деток. У них нет своих знакомств, то есть подруг и товарищей, то есть таких же маленьких детей, как и они. Действительно, в числе наших знакомых было мало таких, у которых имелись детки, равного с нашими детьми возраста. И только летом детки находили себе друзей среди членов семьи отца Иоанна Румянцева. «Проектируя весною поездку Федора Михайловича за границу, мы с мужем предполагали, что, окончив курс лечения, он поживет где-нибудь в виде «нах-кур», а если достанет денег, то заглянет и в Париж». «Нах-кур» — дополнительный курс лечения. Перевод с немецкого. Мне и пришло на мысль послать мужу 50 рублей на покупку в Париже черной шелковой материи себе на парадное платье, которое было необходимо в некоторых случаях жизни. Присылкаю денег я удивила мужа, и под влиянием припадка он даже сделал мне выговор, не так поняв или, вернее, объяснив мои слова. Тем не менее, мысль об исполнении моего желания не покидала его, и муж, проезжая через Берлин, обошел много магазинов и привез мне чудесного шелкового драпу. Хоть он и предъявил свою покупку на таможне, но там не обратили внимания на его заявление, а усердно пересмотрели все имевшиеся при нем книги и записные книжки, ожидая найти что-нибудь запрещенное. На поездку в Париж у Федора Михайловича денег не хватило, но он не мог отказать себе в искреннем желании побывать еще раз в жизни на могилке нашей старшей дочери Сони, память о которой он сохранял в своем сердце. Он проехал в Женеву, побывал два раза на детском кладбище Плейн-Пале и привез мне с могилки Сони несколько веток кипариса, успевшего за шесть лет разрастись над памятником девочки. Около 10 августа Федор Михайлович, пробыв два-три дня в Петербурге, вернулся в Руссу. Глава 3. 1874-1875 годы. Лето и зима в Старой Руси. В своих летних письмах 1874 года ко мне из Эмса Федор Михайлович несколько раз возвращается к угнетавшей его мысли о том тяжелом времени, которое предстояло нам пережить в ближайшем будущем. Письма ко мне от 24 июня, 14 июля и другие примечания Достоевской. Письма том 3, 114 и 131 страницы. Положение действительно было таково, что могло заставить задуматься нас, которым и всегда-то нелегко жилось в материальном отношении. Я уже упоминала, что в апреле приезжал к нам Некрасов просить Федора Михайловича поместить его будущий роман в отечественных записках на 1875 год. Мой муж был очень рад возобновлению дружеских отношений с Некрасовым, талант которого высоко ставил. Были мы оба довольны и тем обстоятельством, что Некрасов предложил цену на 100 рублей выше, чем получал муж в русском вестнике. Но в этом деле была и тяжелая для Федора Михайловича сторона. Отечественные записки были журналом противоположного лагеря, и еще так недавно, во время редактирования мужем журналов «Время» и «Эпоха», вели с ними ожесточенную борьбу. Полемику с журналами «Время» и «Эпоха» вел Некрасовский «Современник», так как Некрасов стал редактором отечественных записок в 1868 году, а последний номер «Эпохи» вышел в 1865 году. В составе редакции находилось несколько литературных врагов Федора Михайловича, Михайловский, Скобичевский, Елисеев, отчасти Плещеев, и они могли потребовать от мужа изменений в романе в духе их направления. Анна Григорьевна не случайно написала отчасти Плещеев, очевидно зная, что, несмотря на идейные разногласия, между Достоевским и Плещеевым, который занимал в 1874 году пост секретаря отечественных записок, сохранились вполне дружеские личные отношения, возникшие еще в 40-е годы в кружке Петрашевцев. Смотри об этом предисловие «Пустильник» к письмам Плещеева к Достоевскому в книге «Литературный архив», том 6, Москва, Ленинград, 1961 год, страницы 252-255. Об отношениях Достоевского и Плещеева смотри также работу Комаровича «Юность Достоевского», былое, 1924 год, номер 23, страница 3-я, 43-я. Но Федор Михайлович ни в коем случае не мог поступиться своими коренными убеждениями. Отечественные же записки, в свою очередь, могли не захотеть напечатать иных мнений мужа, и вот при первом сколько-нибудь серьезном разногласии, Федор Михайлович, несомненно, потребовал бы свой роман обратно, какие бы ни произошли от этого для нас печальные последствия. В письме от 20 декабря 1874 года, беспокоясь теми же думами, он пишет мне «Теперь Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки». Письма, том 3, 145-я страница. Что бы мы стали делать в случае размолвки с отечественными записками? Мысль эта чрезвычайно беспокоила нас обоих. Не говорю уже о том, что пришлось бы тотчас же вернуть взятые авансом деньги, а они были уже частью прожиты, и уплатить немедленно представила бы для нас чрезвычайную трудность. Кроме того, являлась мысль, на какие средства мы стали бы жить до того времени, пока Федору Михайловичу удалось бы пристроить свой роман. Ведь «Русский вестник» был единственный тогда журнал, в котором мой муж, по своим убеждениям, мог работать. Появление подростка в радикальных отечественных записках Щедрина и Некрасова фактически опровергает это мнение Анны Григорьевны. Достоевский сочувствовал в 70-е годы политической ориентации русского вестника и публицистической деятельности Каткова. Однако отношения между Катковым и Достоевским нередко были натянутыми. Серьезными конфликтами сопровождалось печатание в русском вестнике преступления и наказания бесов братьев Карамазовых. С другой стороны, принципиальные идеологические расхождения с направлением отечественных записок не мешали Достоевскому испытывать чувство глубокой симпатии к Некрасову, как другу юности и большому куэту. Придумывая разные исходы ввиду предвидимой неудачи, я остановилась на мысли, насколько возможно, уменьшить расходы на содержание нашей семьи. Как скромно мы не жили, но кроме уплаты тяготевших над нами долгов и процентов, мы тратили в год не менее трех тысяч рублей, так как одна наша всегда скромная квартира стоила 700-800 рублей, а с дровами и всю тысячу. Вот мне и пришло в голову остаться зимовать в Руссе, тем более, что мы с мужем твердо решили в будущую весну вновь приехать в Руссу ввиду той пользы, которую тамошние купания принесли нашим деткам. Таким образом, переезжать в столицу приходилось всего лишь на 8-9 месяцев, из которых месяца полтора-два, наверное, ушли бы на приискивание квартиры, устройства, а весною на приготовление к отъезду. Все это время было бы потеряно для работы, а Федор Михайлович чрезвычайно дорожил возможностью скорее окончить роман, чтобы приступить к выполнению своей заветной мечты и зданию своего независимого органа дневника писателя. Не говоря уже о дешевизне квартир в Старой Руссе, жизненные припасы были втрое дешевле петербургских, сокращались и другие расходы, неизбежные в столице. Кроме материальных расчетов, для меня лично очень соблазнительно была возможность прожить целую зиму, той уже спокойную, мирную и столь милую нам семейной жизнью, какой мы всегда жили летом и о которой всегда с добрым чувством вспоминали зимой. В Петербурге по зимам Федор Михайлович мало принадлежал семье. Ему приходилось часто бывать в обществе, в заседаниях Славянского благотворительного общества, где он с 1872 года был членом. Приходилось много принимать у себя. Все это отнимало Федора Михайловича от меня и детей, с которыми ему приходилось проводить меньше времени, а детки наши и общение с ними составляло для моего мужа высшее счастье. Оставаясь на зиму в Старой Руссе, мы разом избавлялись от многого, что портило нашу счастливую семейную жизнь. Остановившись на мысли перезимовать в Руссе, я принялась искать квартиру. На даче Гриббе оставаться зимою было невозможно по многим причинам, но в Руссе большую квартиру найти было нетрудно. Дачи, отдающиеся за 300-400 рублей в сезон, зимой пустуют, и их отдают за 15-20 в месяц. Но без Федора Михайловича я решиться не могла. Проездом через Петербург он мог найти подходящую квартиру, и тогда о зимошке в Руссе нечего было бы и думать. Федор Михайлович вернулся в Руссу в конце июля. В Петербурге он пробыл 2-3 дня, но квартиры не нашел, да и не старался искать, так как очень соскучился по семье и спешил домой. Несколько дней спустя по приезде зашел у нас разговор о зимней квартире и о том, когда нам из Руссы придется уехать. Тогда я в виде предложения сказала, ну а если бы нам остаться на зиму в Руссе? Мое предложение встретило горячий протест со стороны Федора Михайловича. Повод отказа был неожиданный, но очень для меня лестный. Муж стал говорить, что я соскучусь в Руссе, живя такую уединенную, как летом жизнью. Ты и в прошлые зимы, говорил он, нигде не бывала и не пользовалась никакими удовольствиями. В эту зиму Бог даст, работа хорошо пойдет и денег будет больше. Сошьешь себе нарядов, будешь посещать общество. Я это твердо решил. В Руссе же ты совсем захереешь. Я стал убеждать Федора Михайловича, что зима предстоит нам рабочее, надо продолжать и закончить подросток, а потому ни о каких нарядах и увеселениях мне не придется и помышлять. Да и не нужны они мне вовсе. А для меня милее и дороже та спокойная, тихая, семейная, не смущаемая разными неожиданностями жизнь, которую мы здесь ведем. Говорила, что боюсь только, как бы он в Руссе не соскучился, не имея для себя подходящего общества. Но этому горю можно было помочь. Съездив раза два-три в зиму в Петербург и повидав тех друзей и знакомых, которые для него дороги и интересны. Такие поездки ему одному не будут стоить дорого, а между тем дадут ему возможность обновить впечатление и не отстать от своих литературных и художественных интересов. Я представила мужу на вид все те удобства материальные и иные нашей зимовки в Руси. И самого моего мужа прельстила нарисованная мною картина мирной семейной жизни, при которой он мог вполне отдаться своему творчеству. Федор Михайлович, однако, сомневался в том, удастся ли приискать поместительную и теплую квартиру. Тогда я предложила мужу сегодня же на прогулке зайти посмотреть на днях освободившуюся дачу адмирала Леонтьева, которую всегда сдавали и зимой. Осмотр этой дачи решил вопрос окончательно. Федору Михайловичу чрезвычайно понравилась квартира в нижнем этаже дачи Леонтьева на оживленной Ильинской улице. Это большой двухэтажный дом, отдававшийся в наем, вверх и низ, за 800 рублей в сезон. Существует и поныне в том виде примечания Достоевской. Облюбованная нами квартира состояла из шести господских комнат. Главное, что понравилось мужу, это что его комнаты, спальня и кабинет отделялись от нашей половины большой комнатой в четыре окна. Благодаря этому беготня и шум детей не достигали Федора Михайловича и не мешали ему работать и спать. Да и детки не были стеснены, о чем всегда особенно заботился муж, и могли кричать и шуметь сколько душе угодно. Мы тут же сговорились с госпожой, управлявшей домом, и наняли квартиру по 15 мая будущего года за плату по 15 рублей в месяц. Чтобы не терять времени для работы, мы решили тотчас же переехать и устроиться на зимнее житье. Эта зима 1874-1875 года, проведенная в Старой Русси, составляет одно из прекраснейших моих воспоминаний. Дети были вполне здоровы, и за всю зиму ни разу не пришлось приглашать к ним доктора, чего не случалось, когда мы жили в столице. Федор Михайлович тоже чувствовал себя хорошо. Результаты эмского лечения оказались благоприятными, кашель уменьшился, дыхание стало значительно глубже. Благодаря спокойной, размеренной жизни и отсутствию всех неприятных неожиданностей, столь частых в Петербурге, нервы мужа окрепли, и припадки эпилепсии происходили реже и были менее сильные. А как следствие этого, Федор Михайлович редко сердился и раздражался, и был всегда почти добродушен, разговорчив и весел. Недуг, светший его через шесть лет в могилу, еще не развился, муж не страдал одышкой, а потому позволял себе бегать и играть с детьми. Я, мои дети и наши старорусские друзья отлично помнят, как бывало вечером, играя с детьми, Федор Михайлович под звуки органчика танцевал с детьми и со мною кадриль, вальс и мазурку. Федор Михайлович сам купил его для детей, а теперь им забавляются и его внуки, примечание Достоевской. Муж мой особенно любил мазурку, и, надо отдать справедливость, танцевал ее ухорски, с воодушевлением, как завзятый поляк, и он был очень доволен, когда я раз высказала такое мое мнение. Наша повседневная жизнь в Старой Руси была вся распределена по часам, и это строго соблюдалось. Работая по ночам, муж вставал не ранее одиннадцати часов, выходя пить кофе, он звал детей, и те с радостью бежали к нему и рассказывали все происшествия, случившиеся в это утро, и про все виденные именно прогулки. А Федор Михайлович, глядя на них, радовался и поддерживал с ними самый оживленный разговор. Я ни прежде, ни потом не видела человека, который бы так умел, как мой муж, войти в миросозерцания детей и так их заинтересовать своею беседою. В эти часы Федор Михайлович сам становился ребенком. После полудня Федор Михайлович звал меня в кабинет, чтобы продиктовать то, что он успел написать в течение ночи. Работа с Федором Михайловичем была для меня всегда наслаждением, и про себя я очень гордилась, что помогаю ему, и что я первая из читателей слышу его произведения из уст автора. Обычно Федор Михайлович прямо диктовал роман по рукописи, но если он был недоволен своей работой или сомневался в ней, то он прежде диктовки прочитывал мне всю главу за раз. Получалось более сильное впечатление, чем при обыкновенной диктовке. Глава 4. Наши диктовки Кстати, скажу несколько слов о наших диктовках. Федор Михайлович всегда работал ночью, когда в доме наступала полная тишина, и ничто не нарушало течение его мыслей. Диктовал же он днем от двух до трех, и эти часы вспоминаются мною, как одни из счастливых в моей жизни. Слышать новые произведения из уст самого столь любимого мною писателя, с теми оттенками, которые он придавал словам своих героев, было для меня счастливым уделом. Закончив диктовку, муж всегда обращался ко мне со словами. «Ну, что ты скажешь, Анечка?» «Скажу, что прекрасно», — говорила я. «Но это мое прекрасно», — для Федора Михайловича значило, что, может быть, продиктованная сцена и удалась ему, но не произвела на меня особенного впечатления. А моим непосредственным впечатлением муж придавал большую цену. Как-то так всегда случалось, что страницы романа, производившие на меня трогательные или угнетающие впечатления, действовали подобным же образом на большинство публики, в чем муж убеждался из разговоров с читателями и из суждений критики. Я хотела быть искренней и не высказывала похвал или восхищения, когда его не чувствовала. Этую моею искренностью муж очень дорожил. Не скрывала я и своих впечатлений. Помню, как смеялась я при чтении разговоров госпожи Хохлаковой или генерала в «Идиоте» и как подтрунивала над мужем по поводу речи прокурора в «Братьях Карамазовых». «Ах, как жаль, что ты не прокурор, ведь ты самого невинного упрятал бы в Сибирь своей речью». «Так, по-твоему, речь прокурора удалась?» — спросил Федор Михайлович. «Чрезвычайно удалась», — подтвердил я. «Но все же я жалею, что ты не пошел по судейской части. Был бы ты теперь генералом, а я по тебе генеральшей, а не отставной подпоручицей». Когда Федор Михайлович продиктовал речь Фетюковича и обратился ко мне со всегдашним вопросом, я помню, сказала, «А теперь скажу, зачем ты, дорогой мой, не пошел в адвокаты? Ведь ты самого настоящего преступника обелил бы чище снега. Право, это твое монкированное призвание, а Фетюкович удался тебе на славу». Но иной раз мне приходилось и плакать. Помню, когда муж диктовал мне сцену возвращения Алеши с мальчиками после похорон Илюшечки, я так была растрогана, что одной рукой писала, а другой вытирала слезы. Федор Михайлович заметил мое волнение, подошел ко мне и, не сказав ни слова, поцеловал меня в голову. Федор Михайлович вообще меня идеализировал и приписывал мне более глубокое понимание его произведений, чем, я думаю, это было на самом деле. Так он был убежден, что я понимаю философскую сторону его романов. Помню, после диктовки одной главы из «Братьев Карамазовых», я навсегдашний его вопрос ответила, «Знаешь, а я ведь в сущности мало что поняла в продиктованном». Шла речь о великом инквизиторе. «Думаю, чтоб понимать, надо иметь философское, иное, чем у меня развитие». «Постой», — сказал муж, «я тебе расскажу яснее». И он передал мне в более определенных для меня выражениях. «Ну, теперь ясно», — спросил муж. «И теперь не ясно. Заставь меня повторить, и я не сумею этого сделать». «Нет, ты поняла. Заключаю это из тех вопросов, которые ты мне задавала. А если не можешь изложить, так это только не умение, недостаток формы». Скажу, кстати, чем дальше шла для меня жизнь с ее иногда печальными осложнениями, тем шире открывались для меня рамки произведений моего мужа, и тем глубже я начинала их понимать. Из нашей старорусской жизни припоминаю, что раз как-то Федор Михайлович прочитал мне только что написанную главу романа о том, как девушка повесилась. Подросток, часть первая, глава девятая. Эта глава произвела громадное впечатление на Некрасова, о чем муж сообщает мне в письме от 9 февраля 1875 года, примечания Достоевской. Письма, том 3, 152-я страница. Смотри дальше, страница 286-я настоящего издания. Окончив чтение, муж взглянул на меня и вскрикнул, «Аня, что с тобой, голубчик? Ты побреднела, ты устала, тебе дурно?» «Это ты меня напугал», — ответила я. «Боже мой, неужели это производит такое тяжелое впечатление? Как я жалею, как я жалею!» Глава пятая. Возвращаюсь к 1874 году. Окончив диктовку и позавтракав со мною, Федор Михайлович читал в ту зиму странствования инока Парфения, или писал письма, и во всякую погоду в половине четвертого выходил на прогулку по тихим пустынным улицам Русы. Парфений в мире Петр Агеев, постриженник Афона и романах, автор упоминаемой в мемуарах широко известной книги «Сказания о странстве и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» инока Парфения. С этим произведением, которые высоко ценили Салтыков, Щедрин, Анненков, Тургенев, Достоевский мог познакомиться еще в Семипалатинске. Поэтичность и подкупающая простота описаний Парфениям своих странствий по Востоку произвели большое впечатление на Достоевского. По утверждению Страхова, смотри биография, 298-я страница, уезжая за границу в 1867 году Достоевский взял с собой среди других книг и странствования инока Парфения. Эта книга была использована Достоевским для лексики и фразеологии Макара Ивановича в подростке. В письме к Любимову от 7-го, 19-го августа 1879 года по поводу братьев Карамазовых о главке из шестой книги романа под рубрикой о священном писании в жизни отца Зосимы, Достоевский замечает. Эта глава восторженная и поэтическая. Прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность изложения из книги странствований инока Парфения. Письма, том 4, 92-я страница. О влиянии книги Парфения на творчество Достоевского смотри работу Белова об одной книге из библиотеки Достоевского «Альманах библиофила», выпуск 2, «Москва», 1975-й год, страницы 183-188. Почти всегда он заходил в лавку Плотниковых и покупал только что привезенные из Петербурга, закуски, гостинцы, хотя все в небольшом количестве. Лавка Плотниковых описана в романе «Братья Карамазовы» в виде магазина, где Митя Карамазов покупал гостинцы, отправляясь в мокрое, примечание Достоевской. В магазине его знали и почитали, и, не смущаясь тем, что он покупает полуфунтиками имения, спешили показать ему, если появлялась какая новинка. В пять часов садились обедать вместе с детьми, и тут муж был всегда в прекрасном настроении. Первым делом подносилась рюмка водки старухи Прохоровне, нянюшке нашего сына. Федор Михайлович очень дорожил Прохоровной за ее горячую любовь к нашему мальчику. О ней муж часто упоминал в письмах ко мне и выставил ее в романе «Братья Карамазовы» в виде старушки, подавшей за упокой души живого сына, от которого не получала известий. Федор Михайлович отсоветовал ей делать это и напророчил скорое получение письма, что действительно и случилось, примечание Достоевской. «Нянюшка!» «Водочки!» — приглашал Федор Михайлович. Она выпивала и закусывала хлебом с солью. Обед проходил весело, дети болтали безумолку, а мы никогда не разговаривали за обедом о чем-нибудь серьезном выше понимания детей. После обеда и кофе муж еще с полчаса и более оставался с детьми, рассказывая им сказки или читая им басни Крылова. В семь часов вечера мы с Федором Михайловичем отправились вдвоем на вечернюю прогулку и неизменно заходили на обратном пути в почтовое отделение, где к тому времени успевали разобрать Петербургскую почту. В те времена железная дорога доходила только до Новгорода. Оттуда почту везли 80 верст, через озеро 40, на лошадях, так что через почтальонов мы получали газеты только на следующий день, а если заходили сами, то получали газеты от дня выхода. Примечание Достоевской. Корреспонденция у Федора Михайловича была значительная, и потому мы иногда с интересом спешили домой, чтобы приняться за чтение писем и газет. В девять часов детей наших укладывали спать, и Федор Михайлович непременно приходил к ним благословить на сон грядущий, и прочитать вместе с ними Отче наш, Богородицу, и свою любимую молитву «Все упование мое на тебя возлагаю, Мать и Божия, сохрани меня под покровом твоим». К десяти часам во всем доме наступала тишина, так как все домашние по провинциальному обычаю рано ложились спать. Федор Михайлович уходил в свой кабинет читать газеты. Я же, утомленная дневной сутолокой и детским шумом, рада была посидеть в тишине, усаживалась в своей комнате и принималась раскладывать пассианцы, которых знала до дюжины. С сердечным умилением вспоминаю я, как муж каждый вечер по многу раз заходил ко мне, чтобы сообщить вычитанные из последних газет или просто поболтать со мною, и всегда начинал помогать мне закончить пассианц. Он уверял, что у меня потому не сходятся пассианцы, что я пропускаю хорошие шансы, и, к моему удивлению, всегда находил нужные, но незамеченные мною карты. Пассианцы были мудреные, и мне редко удавалось торжествовать без помощи мужа. Кстати, о картах. В том обществе, преимущественно литературном, где вращался Федор Михайлович, не было обыкновения играть в карты. За всю нашу 14-летнюю совместную жизнь муж всего один раз играл в преферанс у моих родственников, и, несмотря на то, что не брал в руки карт более 10 лет, играл превосходно и даже обыграл партнеров на несколько рублей, чем был очень сконфужен, примечание Достоевской. Когда било 11 часов, муж появлялся в дверях моей комнаты, и это означало, что и мне пора идти спать. Я только просила позволить мне еще один разочек. Муж соглашался, и мы вместе раскладывали пассианцы. Я уходила к себе, все в доме спали, и только мой муж бодрствовал за работой до 3-4 часов ночи. Первая половина нашей зимовки в Старой Руси, с сентября по март, прошла вполне благополучно, и я не запомню другого времени, когда бы мы с Федором Михайловичем пользовались таким безмятежным покоем. Правда, жизнь была однообразна. Один день так походил на другой, что все они слились в моих воспоминаниях, и я не могу припомнить каких-либо происшествий за это время. Помню, впрочем, один трагикомический эпизод в самом начале зимы, нарушивший на несколько дней наше спокойствие. Дело было вот в чем. Я прослышала, что торговцы в рядах получили в Нижегородской ярмарке партию нагольных полушубков для взрослых и детей, и как-то сказала об этом мужу. Он очень заинтересовался, сказал, что сам когда-то ходил в нагольном тулупчике и захотел купить такой же для нашего Феди. Отправились в лавки, и нам показали с десяток полушубков, один другого лучше. Мы выбрали несколько и просили прислать нам на дом для примерки. Один из них светло-желтый, с очень нарядной вышивкой на груди и полах, чрезвычайно понравился Федору Михайловичу и пришелся как раз по фигуре нашего сына. В высокой кучерской шапке, одетой в тулуп и подпоясанной красным кушаком, наш толстый румяный мальчик выглядел совершенным красавцем. Заказали и девочки нарядное пальтецо, и муж каждый день осматривал детей пред их прогулкой и любовался ими. Но нашему любованию скоро пришел конец. В один злосчастный день я заметила на передней поле светло-желтого тулупчика громадные сальные пятна, причем сало на коже лежало слоями. Мы все пришли в недоумение, так как мальчик на прогулке не мог запачкаться салом. Но истина скоро открылась. У нашей старухи-кухарки каждый день с утра сидел на кухне ее полуслепой муж. Позавтракав, он загрязнил руки и, не найдя под рукой полотенца, вытер жирные пальцы от тулупчик, развешанный в кухне для просушки. Пытались мы разными средствами вывести из кожи сало, но после каждой новой чистки пятна становились заметнее, и красивый тулупчик был совершенно испорчен. Я была страшно раздосадована порчей вещи, заменить которую не представлялось возможности, и досадовала на кухарку, не сумевшую присмотреть на кухне, и сгоряча чуть не прогнала ее с места вместе с ее неловким мужем, но за них вступился Федор Михайлович и образумил меня. Но, конечно, это маленькое неудовольствие скоро забылось. Так как оба наши издания, романы «Бесы» и «Идиот», имели большой успех, то мы, оставшись на зиму в Руссе, решили издать и записки из мертвого дома, которые давно были распроданы и часто спрашивались книгопродавцами. Корректуры высылались нам в Руссу, но ко дню выпуска книги «Свет» мне необходимо было приехать в столицу, для того, чтобы продать некоторое количество экземпляров, что мне и удалось сделать, раздать книги на комиссию, свести счеты с типографией и прочее. Хотелось, кроме того, повидать родных и друзей и закупиться к рождественским праздникам игрушками и сластями для елки, которые мы хотели устроить как для своих, так и для детей священника отца Румянцева, так расположенного к нашей семье. Я уехала 17 декабря и вернулась 23-го. При возвращении через замерзшее озеро Ильмень я натерпелась большого страха. Несколько троек, выехавших вместе, сбились на озере с дороги, поднялась снежная буря, и мы рисковали всю ночь пробыть на жестком ветру. К счастью, ямщики отпустили поводья, и умные животные, побродив в разные стороны, в конце концов, вывезли нас на протаренную дорогу. Глава 6. 1874 год. Зима. В Старой Руссе в те времена и зимой, и летом случались частые пожары, от которых выгорали целые улицы. Большую частью они происходили по ночам, где-нибудь в пекарне или в бане. Федор Михайлович, припоминая незадолго перед тем выгоревший дотла Оренбург, очень тревожился, если начинался пожар, и принимались звонить на соборной колокольне, а в случае, если пожар разгорался, то и на колокольнях вблизи его расположенных церквей. Федор Михайлович особенно беспокоило то, что он знал, до чего я в обычное время столь бодрое и ничего не боящееся терялась при какой-нибудь внезапности и начинала совершать нелепые поступки. Поэтому у нас раз навсегда, во время пребывания в Руссе, было условлено будить друг друга, как только услышим набат. Обыкновенно заслышав звон, Федор Михайлович тихо тряс меня за плечо и говорил «Проснись, Аня, не пугайся, где-то пожар, не волнуйся, пожалуйста, а я пойду посмотреть, где горит». Я тотчас вставала, одевала спящим детям чулочки и башмачки и приготовляла им верхнюю одежду, чтобы не простудить, если придется их вынести. Затем я вынимала большие простыни, в одну из них складывала, возможно, тщательнее, всю одежду мужа, все записные книжки и рукописи. В другие складывала все находившееся в шкафу и комоде, мое платье и детские вещи. Сделав это, я успокаивалась, зная, что главнейшее будет спасено. Сначала я все узлы выносила в переднюю, поближе к выходу, но с того раза, как Федор Михайлович, возвращаясь с разведки, споткнулся в темноте на узлы и чуть не упал, стала оставлять их в комнатах. Федор Михайлович не раз потешался надо мной, говоря, что пожар за три версты, а я уже собралась спасать вещи. Но, видя, что меня в этом не разубедишь и что подобные сборы меня успокаивают, предоставил мне при каждом набате укладываться, требуя, однако, чтобы все его вещи, по миновению мнимой опасности, были немедленно водворены на своих местах. Помню, как весною 1875 года мы переезжали с зимней нашей квартиры в доме Леонтьева опять на дачу Гриббе. Сторож нашего дома, прощаясь, сказал, «Пуще всего мне жаль, что уезжает ваш барин». «Почему так?» спросила я, зная, что муж не имел с ним сношений. «Да как же барыня? Чуть где ночью пожар, и зазвонят в соборе, барин уже тут как тут, стучится в сторожку, вставай, дескать, где-то пожар. Так про меня даже пристав говорит. Во всем городе нет никого исправнее, как сторож генерала Леонтьева. Чуть зазвонят, а ушел на ворот. А теперь как я буду? Как же мне барина не жалеть?» Придя домой, я передала мужу похвалу дворника. Он рассмеялся и сказал, «Ну вот видишь, у меня есть достоинства, о которых я и сам не подозреваю». Жизнь наша пошла обычным порядком, и работа над романом продолжалась довольно успешно. Это было для нас очень важно, так как при поездке в Петербург Федор Михайлович виделся с профессором Кошлаковым, и тот, ввиду благоприятных результатов прошлогоднего курса ВОД, настойчиво советовал ему, чтобы закрепить лечение, вновь поехать весною в Эмс. В апреле 1875 года пришлось хлопотать о заграничном паспорте. В Петербурге это не представляло затруднений. Живя же в Руси, муж должен был получить паспорт от новгородского губернатора. Чтобы узнать, какое прошение муж должен послать в Новгород, сколько денег и прочее, я пошла к старорусскому исправнику. В то время исправником был полковник Готский, довольно легкомысленный, как говорили человек, любивший разъезжать по соседним помещикам. Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею до него дело. Порывшись в ящики своего письменного стола, он подал мне довольно объемистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула ее и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе дело об отставном подпоручике Федоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой Руси. Я просмотрела несколько листов и рассмеялась. Дело о секретном надзоре за Достоевским во время его пребывания в Старой Руси опубликовано. Жаворонков и Белов Дело об отставном подпоручике Федоре Достоевском, русская литература, 1963 год, номер 4. «Как?» «Так мы находимся под вашим просвещенным надзором и вам, вероятно, известно все, что у нас происходит. Вот чего я не ожидала». «Да, я знаю все, что делается в вашей семье», сказал с важностью исправник, «и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен». «Могу я передать моему мужу вашу похвалу?» насмешливо говорила я. «Да, прошу вас передать, что он ведет себя прекрасно и что я рассчитываю, что и впредь он не доставит мне хлопот». Придя домой, я передала Федору Михайловичу слова исправника, смеясь при мысли, что такой человек, как мой муж, мог быть поручен надзору глуповатого полицейского. Но Федор Михайлович принял принесенное мною известие с тяжелым чувством. «Кого-кого они не пропустили мимо глаз из людей злонамеренных, сказал он, а подозревают и наблюдают за мною, человеком, всем сердцем и помыслами, преданным и царю, и отечеству. Это обидно». Благодаря болтливости исправника обнаружилось обстоятельство, чрезвычайно нам досаждавшее, но причину которого мы не могли уяснить, именно отчего письма, отправляемые мною из старой Руссы в Эмс, никогда не отсылались Федору Михайловичу в тот день, когда были доставлены мною на почту, а почему-то задерживались почтамтом на день или на два. То же самое было и с письмами из Эмса в Русс. А между тем, неполучение мужем вовремя писем от меня не только доставляло ему большие беспокойства, но и доводило его до приступов эпилепсии, что видно, например, из письма его ко мне от 28-16 июля 1874 года. Письма, том 3, 131 страница. Теперь выяснилось, что письма наши перлюстрировались, и отправка их зависела от усмотрения исправника, который нередко на два-три дня уезжал в уезд. Это перлюстрирование тем или другим начальством моей переписки с мужем, а возможно, что и всей его корреспонденции, продолжалось и в дальнейшие годы и причиняло мужу моему и мне много сердечных беспокойств, но избавиться от такого неудобства было невозможно. Сам Федор Михайлович не возбуждал вопроса об освобождении его из-под надзора полиции, тем более, что компетентные лица уверяли, что раз ему дозволено быть редактором и издателем журнала «Дневник писателя», то нет сомнения, что секретный надзор за его деятельностью снят. Но, однако, он продолжался до 1880 года, когда во время Пушкинского празднества Федору Михайловичу пришлось говорить об этом с каким-то высокопоставленным лицом, по распоряжению которого секретный надзор и был снят. Как установила Нечаева, у Анны Григорьевны Достоевской здесь ошибка. Секретный надзор с Достоевского был снят еще летом 1875 года, о чем сам Достоевский не знал до 1880 года. Весной 1880 года через высокопоставленное лицо, то есть через публициста Киреева, состоявшего при великом князе Константине Николаевиче. Достоевский представил свое ходатайство о снятии с него надзора, после чего ему сообщили, что он освобожден от надзора еще в 1875 году. Смотри, Нечаева, когда был снят секретный надзор над Достоевским, русская литература, 1964 год, номер второй. Глава седьмая 1875 год Поездка в Петербург Эмс В начале февраля Федору Михайловичу пришлось поехать в Петербург и провести там две недели. Главную целью поездки была необходимость повидаться с Некрасовым и условиться о сроках дальнейшего печатания романа. Необходимо было также попросить совета у профессора Кошлакова, так как муж намерен был и в этом году поехать в Эмс, чтобы закрепить столь удачное прошлогоднее лечение. На другой день по приезде в столицу с мужем произошло досадное происшествие, заставившее его тревожиться. Его вызвали к участковому приставу. Так как он не мог подняться к назначенному часу к девяти, то поехал к нему днем, никого не застал и должен был вторично ехать вечером. Оказалось, что мужа вызывали по поводу того, что у него был временный паспорт, а от него требовали представления подлинного вида, которого у него не было. Федор Михайлович доказывал помощнику пристава, что он живет по временному виду с 1859 года, получает на основании его заграничные паспорта, и никто никогда не требовал от него другого вида. Приведу его письмо от 7 февраля 1875 года. Помощник пристава стал тоже спорить. Не дадим вам паспорт, да и только. Мы должны наблюдать законы. Да что же мне делать? Дайте постоянный вид. Да где же я его теперь возьму? Это не наше дело. Ну, и в этом роде. Но дурь, однако же, в этом народе. Это только все, чтобы перед писателем шику задать. Я и говорю наконец. В Петербурге 20 тысяч беспаспортных, а вы всем известного человека как бродягу задерживаете. Это мы знаем-с, слишком знаем-с, что вы всей России известный человек, но нам закон. Впрочем, зачем вам беспокоиться? Мы вам завтра или послезавтра вместо вашего паспорта выдадим свидетельство. так не все ли вам равно? Черт, так зачем же вы давно не говорили, а спорили? Кончилось с тем, что паспорт мужа задержали до его отъезда и вернули, не заменив новым, а доставив мужу несколько ненужных волнений. Письма, том 3, 149-я страница. С чувством сердечного удовлетворения сообщал мне муж в письмах 6 и 9 февраля о дружеской встрече с Некрасовым и о том, что тот пришел выразить свой восторг по прочтению конца первой части подростка. Письма, том 3, 147-я страница. Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы себе этого. И какая, батюшка, у вас свежесть? Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой. Такой свежести в нашей лета уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше. Сцену самоубийства и рассказ он находит верхом совершенства. И вообрази, ему нравятся тоже первые две главы. Всех слабее, говорит, у вас восьмая глава. Тут много происшествий чисто внешних. И что же? Когда я сам перечитывал корректуру, то всего более не понравилось мне самому эта восьмая глава, и я много из нее выбросил. Письма, том 3, 151, 152, страница. Вернувшись в Руссу, муж передавал мне многое из разговоров с Некрасовым, и я убедилась, как дорого для его сердца было возобновление задушевных сношений с другом юности. Менее приятное впечатление оставили Федору Михайловичу тогдашние встречи его с некоторыми лицами литературного круга. В письме к Достоевской от 12 февраля 1875 года Достоевский прямо указывает на расхождение с Майковым и Страховым из запечатания подростка в отечественных записках Некрасова. Смотри письма, том 3, 155, страница. Аполлон Николаевич Майков, большой друг Достоевского еще со второй половины сороковых годов, с того времени, когда он также был во многом близок к Петрашевцам. Именно Майкову Достоевский доверяет тогда секретнейшие сведения о готовившемся государственном перевороте, а именно рассказывает о намерении Петрашевцев Спешнева, Мордвинова, Момбелли, Филиппова, Григорьева, Милютина и его выделиться из кружка Петрашевского и образовать особое тайное общество с тайной типографией с целью произвести переворот в России. Смотри исторический архив 1956 год, том 3, страницы 224-225. Смотри также письмо Майкова к профессору Висковатову, Достоевский, том 1, 266-271, страницы. Дружественные отношения Достоевского и Майкова продолжались и в 50-е и 60-е годы. Причем, как справедливо указывает Долинин, когда в конце первой половины 60-х годов началось у Достоевского перерождение убеждений, которые постепенно стали принимать славяно-фильскую окраску, то на этом пути он должен был еще ближе сойтись с Майковым, переживавшим ту же эволюцию несколькими годами раньше, в конце 50-х годов. Письма, том 1, 519-я страница. Лишь во второй половине 70-х годов, в связи с публикацией «Подростка» в отечественных записках, между Достоевским и Майковым наступает некоторое охлаждение, особенно после ответа Достоевского на обеде профессоров и литераторов в честь Тургенева 13 марта 1879 года на вопрос кого-то из молодого поколения «Зачем только вы печатаете в русском вестнике? Потому что там денег больше и вернее и вперед дают». В этот же день Майков написал письмо протест Достоевскому, где с горечью спрашивал «Я ждал, вы, как независимый, должны были сказать по сочувствию Скотковым и по уважению к нему, даже по единомыслию во многих из главных пунктов. Вы уклонились, не сказали. Как? Из-за денег вы печатаете у Каткова?» Достоевский, том 2, 364-я страница. Однако, несмотря на некоторое охлаждение, Майков до конца своих дней высоко отзывался о писательском таланте Достоевского. Смотря из неизданных писем Майкова о Достоевском, публикация Емпольского, материалы, том 4, 281-я страница. А о Страхове смотри часть 12 настоящего издания, глава 2, ответ Страхову. Вообще, две недели в столице прошли для мужа в большой суете и усталости, и он был до нельзя рад, когда добрался до своей семьи и нашел всех нас здоровыми и благополучными. В конце мая Федору Михайловичу опять пришлось поехать на несколько дней в Петербург, а оттуда за границу. На этот раз он ехал в Эмс с большой неохотою, и мне стоило многих усилий уговорить его не пропустить лето без лечения. Нежелание его происходило от того, что он оставлял меня не вполне здоровую, я была в интересном положении, и помимо обычной тоски и по семье муж испытывал большое беспокойство на мой счет. И был такой случай уже в конце лечения мужа, который грозил мне большой бедой. 23 июня я получила из Петербурга письмо, в котором меня уведомляли, что в Санкт-Петербургских ведомостях появилось известие о тяжкой болезни Федора Михайловича. Не поверив письму, я побежала в читальню минеральных вод, разыскала вчерашние газеты и в номере 159 указанной газеты нашла в хронике следующую заметку. Мы слышали, что наш известный писатель Федор Михайлович Достоевский серьезно захворал. Можно себе представить, как подействовало на меня подобное известие. Мне пришло в голову, что, вероятно, с Федором Михайловичем случился двойной припадок эпилепсии, всегда так угнетающий на него действующий. Но мог быть и нервный удар, или что-либо иное ужасное. В полном отчаянии поехала я на почту подать мужу телеграмму, а, вернувшись домой в ожидании ответа, стала приготовляться к отъезду, решившись оставить детей на попечение батюшки и матушки Румянцевых. Хозяева пробовали меня уговаривать не ехать к мужу, но я не могла допустить и мысли, что мой дорогой муж тяжко болен и может умереть, а меня около него не будет. По счастью, к шести часам был получен успокоительный ответ. Я с ужасом вспоминаю, что могло бы произойти в случае моей поездки в моем положении и при том сердечном беспокойстве, в котором я находилась по поводу мужа и детей. Поистине Господь спас от беды. Так мне и не удалось узнать, кем именно было сообщено в газеты это неосновательное известие, заставившее и мужа, и меня провести несколько мучительных часов. Но кроме чрезвычайного беспокойства о детях и обо мне, Федор Михайлович мучила мысль о том, что работа не двигается и что он не может доставить продолжение подростка к назначенному сроку. В письме от 13 июня Федор Михайлович пишет «Пуще всего меня мучает неуспех работы. До сих пор сижу, мучаюсь и сомневаюсь и нет сил начать». Нет, не так надо писать художественные произведения не на заказ из-под палки, а имея время и волю. Но, кажется, наконец, скоро сяду за настоящую работу. Но что выйдет, не знаю. В этой тоске могу испортить самую идею. Письма, том 3, 180-я страница. Переписку Достоевского и Достоевский за этот период смотри в книге переписка 165-211 страницы. Очень беспокоил Федор Михайлович и вопрос о найме зимней квартиры. Хоть нам и отлично жилось в Руси, но оставаться в ней на вторую зиму было затруднительно, особенно ввиду того, что в начале следующего 1876 года Федор Михайлович предполагал предпринять давно задуманный им журнал «Дневник писателя». Вопрос заключался в том, искать ли квартиру Федору Михайловичу во время проезда через Петербург или же приехать всей семьей в столицу и, остановившись в гостинице, найти себе помещение. И то, и другое решение вопроса имело свои неудобства, и я склонялась к мысли самой приехать в Петербург ко времени возвращения мужа и вместе против последнего решения муж решительно протестовал, принимая в соображение тогдашнее состояние моего здоровья. Порешили, что Федор Михайлович останется два-три дня в Петербурге, и если ему не посчастливится найти в этот срок удобную квартиру, то он уедет в Русс. 1875 год Мышонок За время нашего жития в Старой Русси настроение Федора Михайловича было всегда добродушное и веселое, о чем свидетельствует, например, его шутка надо мной. Как-то раз под весну 1875 года Федор Михайлович вышел утром из своей спальни чрезвычайно нахмуренный, я обеспокоилась и спросила его о здоровье. Совершенно здоров, ответил Федор Михайлович, но случилась досадная история. У меня в постели оказался Мышонок. Я проснулся, почувствовал, что что-то пробежало по ноге, откинул одеяло и увидел Мышонка. Так было противно, с брезгливой гримасой, говорил Федор Михайлович. Надо бы поискать в постели, добавил он. Да, непременно же, ответил я. Федор Михайлович пошел в столовую пить кофе, а я позвала горничную и кухарку, и общими стилами принялись осматривать постель. Сняли одеяло, простыни, подушки, сменили белье, и, ничего не найдя, стали отодвигать столы и этажерки от стен, чтобы найти мышиную норку. Заслышав поднятую нами возню, Федор Михайлович сначала окликнул меня, но так как я не отозвалась, то послал за мной кого-то из детей. Я ответила, что приду, как только окончу уборку комнаты. Тогда Федор Михайлович уже настоятельно велел просить меня в столовую. Я тотчас пришла. Ну что, нашли мышонка? По-прежнему брезгливо спросил меня Федор Михайлович. Где его найдешь? Убежал. Но страннее всего, что в спальне не оказалось никакой лазейки. Очевидно, забежал из передней. Первое апреля, Анечка, первое апреля, ответил мне Федор Михайлович, и милая, веселая улыбка разлилась по его доброму лицу. Оказалось, что муж вспомнил, что первого апреля принято обманывать и захотел надо мной пошутить, а я как раз и поверила, совершенно забыв, какое у нас было число. Конечно, смеху было много, мы принялись первым апрелем обманывать друг друга, в чем деятельное участие приняли и наши детишки, как обычно называл их мой муж. Глава восьмая. 1875 год. Рождение Леши. Возвращение в Петербург. Федор Михайлович вернулся из Эмса в Петербург 6 июля. Остался в городе 2-3 дня, но так как в такое короткое время трудно было отыскать удобную квартиру, то он, осмотрев несколько квартир, бросил поиски и поехал в Руссу. Уж очень его тянуло домой к семье. Поразмыслив, мы порешили остаться в Руссе до наступления ожидаемого прибавления семейства, тем более, что и старики хозяева, очень полюбившие наших детей, уговаривали не увозить их среди лета. Федор Михайлович с особенным удовольствием согласился остаться, так как это давало ему возможность спокойно поработать над своим романом до и после предстоявшей мне болезни, не отказываясь от моего сотрудничества. Работать же предстояло усиленно, чтобы иметь право по приезде в Петербург попросить у Некрасова денег за подростка. А деньги нам чрезвычайно были нужны для начала нашей столичной жизни. Все шло благополучно. Федор Михайлович чувствовал себя поправившимся, дети подросли и поздоровели, да и у меня с возвращением мужа почти совсем исчезли мои всегдашние предродами страхи о возможности смерти. В такой безмятежной жизни прошел месяц, и 10 августа Бог даровал нам сына, которого мы назвали Алексеем. Имя святого Алексия, человека Божия, было особенно почитаемо Федором Михайловичем, отчего и было дано новорожденному, хотя этого имени не было в нашем родстве, примечание Достоевский. Оба мы с Федором Михайловичем были до нельзя счастливы и рады появлению, да еще малоболезненному, на свет Божий нашего Алеша. Благодаря этому я довольно скоро вернулась силы и опять могла помогать мужу стенографией. Весь август простояла хорошая погода, а в сентябре наступило так называемое бабье лето, надиво теплое и тихое. Однако около пятнадцатого числа мы, боясь перемены погоды, решили уехать. Путь предстоял нам трудный, так как пароходы из-за мелководия реки Полести не доходили до города, а останавливались на озере Ильмень против деревни Устрики в восемнадцати верстах от Русы. В одно прелестное теплое утро мы выехали из дому длинной вереницей. В первой кибитке Федор Михайлович с двумя детками, во второй я с новорожденным и его няней, в третьей на горе сундуков, мешков, узлов восседала кухарка. Мы весело ехали под звон бубенчиков, и Федор Михайлович то и дело останавливал лошадей, чтобы узнать, все ли у меня благополучно, и похвалиться тем, как ему с детьми весело. Часа через два с половиной мы достигли устрики, но тут нам встретилось обстоятельство, на которое мы не рассчитывали. Пароход приходил вчера. Забрав массу пассажиров, капитан решил, что сегодня их будет мало, а потому обещал прийти только завтра. Делать было нечего, приходилось остаться здесь на сутки. Из двух-трех домов выбежали хозяйки с приглашением у них переночевать. Мы выбрали дом почище и перебрались в него всей семьей. Я тотчас же спросила хозяйку, сколько она возьмет за ночлег. Хозяйка добродушно ответила, будьте спокойны, барыня, лишнего не возьмем, а вы нас не обидите. Комната оказалась средней величины с широчайшей постелью, поперек которой можно было уложить детей. Я решила спать на сдвинутых табуретках, а Федор Михайлович на старинном диване, своим фасоном напоминавшим ему детство. Девушек обещали пристроить на табуретки. как мы ехали по помещичьи со съестными припасами, то кухарка тотчас же принялась готовить обед. Мы же все пошли гулять, и, разослав пледы, расположились на горе ввиду озера. Даже новорожденного вынесли, и он спал на вольном воздухе. День прошел необыкновенно приятно. Федор Михайлович был очень весел, шалил с детьми и даже бегал с ними вдогонку. Я же была довольна, что мы успели благополучно сделать часть нашего длинного пути. Пообедали, и так, как скоро темнело, то все рано легли спать. Наутро часов в восемь нам сказали, что вдали показался дымок парохода, и через час-полтора он подойдет к устрике. Принялись укладываться, одевать детей по-дорожному, а я пошла расплачиваться. Хозяйка куда-то скрылась, а вместо нее явился получать по счету ее сын, судя по распухшему лицу, человек пристрастный к водочке. На счете, безобразно написанном, стояло четырнадцать рублей с копейками, из них два рубля за курицу, два за молоко и десять за ночлег. Я страшно рассердилась и стала оспаривать счет, но хозяйский сын не уступал и грозил в случае неуплаты всех денег задержать наши чемоданы. Конечно, пришлось заплатить, но я не удержалась и назвала его грабителем. Пароход между тем приближался и остановился в полуверсте от берега, так что к нему надо было доехать на лодке. Но когда мы спустились к самому берегу, то оказалось, что лодки стоят в десяти шагах от берега и к ним простой народ, сняв обувь, идет по воде. Нас же на своих спинах перенесли в лодку дюжи и бабы. Можно представить, сколько страху и беспокойства за детей испытали мы с мужем. Его перенесли первого и он принимал пищавших и кричавших от страха детей. Последнюю перенесли меня и затем новорожденного. Сидя в лодке, я с ужасом представляла себе, как-то мы с такими малышами поднимемся по трапу на пароход. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Капитан выслал нам навстречу матроса, который и перенес всех деток. К тому времени подъехали и наши вещи, привезенные на отдельной лодке хозяйским сыном. День был восхитительный, озеро Ильмин казалось бирюзового цвета и напомнило нам швейцарские озера. Качки не было ни малейшей, и мы все четыре часа переезда просидели на палубе. Около трех часов доехали до Новгорода. Федор Михайлович и я с детьми поехали прямо на вокзал железной дороги, а наш багаж взялись доставить ломовые извозчики вместе с багажом прочих пассажиров. Через час багаж привезли, и я, не доверяя прислуге, сама сходила его проверить. У нас было два больших кожаных чемодана, черный и желтый, и несколько саквояжей, и я успокоилась, видя, что все на месте. День прошел довольно быстро, и часов в семь ко мне подошел сторож и сказал, что лучше бы заранее взять билеты и сдать наш багаж, пока не набралось в публике. Я согласилась, купила билеты, и, вернувшись, указала сторожу на два чемодана и два больших саквояжа, которые надо сдать в багаж. Вдруг, к моему чрезвычайному удивлению, сторож сказал мне, указывая на черный чемодан, барыня, это не ваш чемодан, мне его давечи дал на сохранение другой пассажир. Как немой, не может быть, всхричала я и бросилась осматривать чемодан. Увы, хоть он был совершенно такой же формы и размера, как наш, тоже должно быть купленный в гостином дворе рублей за десять, но он, вне всякого сомнения, принадлежал другому лицу, и даже на верхней его крышке стояли какие-то полуистершиеся инициалы. «Боже, но где же в таком случае наш чемодан? Ищите его», говорила я сторожу, но тот отвечал, что другого черного чемодана тут не было. Я пришла в совершенное отчаяние. В пропавшем чемодане находились вещи, принадлежавшие исключительно Федору Михайловичу, его верхнее платье, белье, и, что всего важнее, рукописи романа «Подросток», который муж завтра же должен был отвезти в отечественные записки и получить в счет гонорара столь необходимые нам деньги. Следовательно, не только пропал труд последних двух месяцев, но и возобновить рукопись было невозможно, так как исчезли находившиеся в чемодане записные книги Федора Михайловича, а без них он был вполне беспомощен, и ему пришлось бы вновь составлять план романа. Размер случившегося несчастья разом представился моему воображению. Вне себя от горя вбежала я в общую залу, где находился с детьми Федор Михайлович. Увидев мое расстроенное лицо, муж испугался, не случилось ли чего с новорожденным, который находился у няни в дамской комнате. Едва находя слова, я рассказала мужу о том, что случилось. Федор Михайлович был страшно поражен, даже побледнел и тихо вымолвил, да, это большое несчастье. Что же мы теперь будем делать? Знаешь, что, припомнила вдруг я, ведь это негодяй хозяйский сын не доставил чемодана на пароход назло мне за то, что я назвала его грабителем. Пожалуй, ты и права, согласился со мной, Федор Михайлович, но знаешь, ведь так нельзя оставить, надо попытаться разыскать чемодан, не может же он в самом деле пропасть. Вот что мы сделаем, ты поезжай с детьми в Петербург, остаться здесь в гостинице с детьми и прислугой немыслимо, денег не хватит, а я останусь здесь, завтра пойду к Лерхе, новгородскому губернатору, с которым Федор Михайлович был знаком, попрошу, чтобы он дал мне полицейского и завтра же с пароходом поеду в Устрики. Если хозяин оставил чемодан у себя, то ввиду возможного обыска, наверное, его отдаст. Ну, а ты, ради Бога, успокойся, посмотри на что-то похоже, побереги себя для ребенка, пойди умойся холодной водой и возвращайся к нам поскорее. Я пошла в полном отчаянии. Я укоряла себя в происшедшем несчастье, в том, что не доглядела за самым драгоценным из нашего имущества, что из-за моего недосмотра пропал двухмесячный труд мужа. Но ведь я смотрела, я была уверена, что это наш чемодан, говорила я про себя. Надо же было случиться такому совпадению, что тут же очутился схожий с нашим чемодан. Я стояла в багажной, опираясь на стойку, и слезы так и катились по моим щекам. Вдруг одна мысль промелькнула в голове. А что если чемодан остался на пароходной пристани? В таком случае его, конечно, спрятали. Что если там справиться? Я обратилась к сторожу и спросила, не может ли он съездить на пристань, узнать, нет ли там чемодана, и привезти его сюда, а если не отдадут, то сказать, что за ним завтра приедет владелец. Сторож ответил, что отлучиться не может, потому что дежурный. Тогда я, долго не думая, решила поехать на пристань сама. Я вышла из вокзала, нашла на дворе двух извозчиков и крикнула, «Кто сведет меня на пароходную пристань, туда и обратно, даю полтора рубля». Один сказал, что он не свободен, а другой парень лет девятнадцати согласился, я вскочил в пролетку и мы поехали. Было около восьми часов и порядком темно. Пока ехали городом, то при фонарях и прохожих было не страшно, но когда переехали Волховский мост и завернули направо, мимо каких-то длинных амбаров, то у меня захолонуло на сердце. Тут в темноте в углублении амбаров казалось прятались люди и даже двое каких-то оборванцев стали за нами бежать. Парень мой вструхнул и пришпорил лошадь так, что она помчалась вскачь. Минут через двадцать подъехали к пристани. Я соскочила с пролетки и по мостику побежала к пароходной конторке. В ней все было темно, очевидно сторож спал. Я принялась стучать изо всех сил в одну стенку в другую, затем в окно начала кричать во весь голос «Сторож, отвори, отвори скорей!» Минут через пять, когда я уже отчаялась в успехе и хотела вернуться к извозчику, раздался вдруг какой-то старческий кашель, а затем голос «Кто стучит? Что надо?» «Отвори, дедушка, скорее!» кричала я, решив, судя по голосу, что говорю со стариком «Тут оставлен большой черный чемодан, так я за ним!» «Есть!» ответил голос «Так тащи его скорее! Иди сюда!» сказал старичок и в боковой стенке выдвинул деревянную перегородку, через которую передают в конторку багаж, и выкинул на пристань мой черный чемодан. Можно представить себе мою чрезвычайную радость! «Дедушка, донеси чемодан до извозчика! Я тебе наводку дам!» просила я, но дедушка или меня не расслышал, или побоялся вечерней сырости, но он задвинул перегородку, и в конторке стало по-прежнему мертво. Я сдвинула чемодан, он был тяжел, пуда на четыре, я побежала за парнем, но тот отказался сойти с козел. «Сами видите, какие здесь места, сойду и лошадь угонят!» Делать нечего, побежала обратно, схватилась за ручку чемодана и потащила, останавливаясь на каждом шагу, а мостки, как на беду, были длинные, однако дотащила. Извозчик соскочил и положил чемодан между сидением и козлами, а я своей персоной уселась на чемодан, решившись не отдавать его, если б на нас напали раклы. Кучер стал хлистать свою лошадь, мы быстро пронеслись мимо каких-то окликающих нас фигур и выехали минут через пятнадцать на торговую площадь. Тут было безопасно. Мой возница ободрился и стал рассказывать, какого страху он натерпелся. Хотел было уехать, да побоялся вас оставить. Тут два ракла подходили, допрашивали, я сказал, что привез мужика, а как услышали, что вы с кем-то кричите, ну и отошли. Я умоляла парня ехать скорее, так как тут только сообразила, как много времени прошло с моего отъезда, и что меня мог хватиться Федор Михайлович. Оказывается, что мой муж, видя, что я не возвращаюсь, пошел в Дамскую, и не найдя меня там, и оставив детей с Алешиной нянькой, пошел меня разыскивать. Стал расспрашивать у сторожей, не видал ли кто меня. Нашелся один, который сказал, что барыня нанимала извозчика на ту сторону города. Федор Михайлович был в отчаянии, не зная, куда я в такой поздний час могла поехать, и, чтоб скорее меня встретить, вышел на крыльцо. Завидев его издали, я закричала, Федор Михайлович, это я, и чемодан со мной. Хорошо, что у дверей вокзала было не особенно светло, а то мой вид, дамы, сидящей не на сиденье пролетки, а на чемодане, был, полагаю, неживописен. Когда я рассказала Федору Михайловичу все мои похождения, он пришел в ужас и назвал меня безумной. Боже мой, Боже мой, воскликнул он, подумай, какой опасности ты себя подвергала, ведь, видя, что извозчик везет женщину, мазурики, бежавшие за вами, могли наброситься на тебя, ограбить, изувечить, убить. Подумай, что было бы с нами, что было бы со мной, детьми. Истинно Господь сохранил тебя ради наших ангелов детей. Ах, Аня, Аня, твоя стремительность тебя до добра не доведет. Федор Михайлович мою стремительность или, как говорится, скоропалительность, способность в одну минуту положить решение и действовать, не размышляя о последствиях, называл моим пороком и об этом упоминает где-то в письмах ко мне. Мало-помалу Федор Михайлович успокоился, мы в тот же вечер выехали и самым благополучным образом добрались до Петербурга. Привожу этот эпизод в образец того, с какими трудностями и неприятностями приходилось в те далекие времена совершать даже такие сравнительно недалекие поездки, как поездка в Старую Руссу. Часть восьмая 1876-1877 годы Глава первая 1876-й год Моя шутка 18 мая 1876-го года произошел случай, о котором я вспоминаю почти с ужасом. Вот как было дело. В отечественных записках того года печатался новый роман Смирновый под названием Сила Характера. Федор Михайлович был дружен с Софьей Ивановой Смирновой и очень ценил ее литературный талант. Заинтересовался он и последним ее произведением и просил меня доставлять ему книжки журнала по мере выхода их в свет. Я тогда выбирала те несколько дней, когда муж отдыхал от работы по дневнику писателя и приносила ему отечественные записки. Но так как новые номера журналов обычно выдаются на два-три дня, то я всегда торопила мужа прочесть книжку, чтобы во избежание штрафа вовремя вернуть ее в библиотеку. То же случилось и с апрельской книжкой. Федор Михайлович прочел роман и говорил мне, как удался нашей милой Софье Ивановне, которую я тоже очень ценила, один из мужских типов этого романа. Очевидно, внимание Достоевского привлек главный герой романа Николай Павлович Соловой — сильная волевая личность. Автор этого романа Смирнова писательница, жена актера Александринского театра Сазонова. В 1870-е годы она активно сотрудничала в отечественных записках, где, кроме силы характера, печатались ее романы «Огонек», «Соль земли», «Попечитель учебного округа», «У пристани». Смирнова познакомилась с Достоевским в начале 70-х годов и оставалась в дружеских отношениях с ним до конца жизни писателя. Об этом свидетельствуют дневниковые записи Смирновой за 1878-80-е годы. Смотри «Мостовская», «Достоевский» в дневниках Смирновой, Сазоновой, «Материалы», том 4-й, 271-я, 278-я страницы. В тот же вечер муж уехал на какое-то собрание, а я, уложив детей, принялась за чтение силы характера. В романе, между прочим, было помещено анонимное письмо, посланное каким-то негодяем герою романа. Оно заключалось в следующем «Милостивейший Государь», «Благороднейший Петр Иванович». Отечественные записки 1876-й год, апрель, страница 457-я, примечание Достоевской. Не точно. В романе письмо начинается так. «Милостивый Иван Палч». Отечественные записки 1876-й год, апрель, страница 457-я. Будучи совершенно незнакомый вам особый, но как я принимаю участие в ваших чувствах, то и осмеливаюсь прибегать к вам с семи строками. Ваше благородство мне достаточно известно, и мое сердце возмущалось от мысли, что, несмотря на ваше благородство, некая близкая вам особа так недостойно обманывает. Будучи от вас отпущена более, может быть, чем за тысячу верст, она, как голубица, какая обрадованная, которая, распустивши свои крылья, возносится на поднебесье и не хочет вернуться в дом отчей. Вы ее отпустили себе и ей на погибель в когте человека, коего она трепещет, но очаровал он ее своей льстивой наружностью, похитил он ее сердце, и нет ей милее отчей, как его очи. Дети малые и те ей постылы, коли не скажет он ей слова ласкового. Коли хотите вы знать, кто он, этот злодей ваш, то я вам имени его не скажу, а вы посмотрите сами, кто у вас чаще бывает, да опасайтесь брюнетов. Коли увидите брюнета, что любят ваши пороги обивать, поприсмотритесь, давно вам этот брюнет дорогу перешиб, только вам-то не в догадку. А меня ничто, кроме вашего благородства, к этому не побуждает, чтобы вам эту тайну открыть. А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон повешен, то вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит. Вам навеки неизвестная, но доброжелательная особа. Я должна сказать, что за последнее время я была в самом благодушном настроении. У мужа давно приступов эпилепсии не было, дети совершенно оправились от болезни, долги наши мало-помалу уплачивались, а успех дневника писателя шел крещендо, возрастая, усиливаясь, перевод с итальянского. Все это поддерживало во мне столь свойственное моему характеру жизнерадостное настроение, и вот под влиянием его по прочтению анонимного письма у меня мелькнула в голове шаловливая мысль переписать это письмо, изменив и вычеркнув две-три строки имя, отчество и послать его на имя Федора Михайловича. Мне представлялось, что он, только вчера прочитавший это письмо в романе Смирновой, тотчас же догадается, что это шутка и мы вместе с ним посмеемся. Промелькнула и другая мысль, что муж примет письмо всерьез. В таком случае меня интересовало, как он отнесется к полученному анонимному письму, покажет ли мне или бросит в корзину для бумаг. По моему обыкновению, что задумано, то и сделано. Сначала я хотела написать письмо своим почерком, но ведь я каждый день переписывала для Федора Михайловича стенограммы дневника, и почерк мой был ему слишком знаком. Следовало несколько замаскировать шутку, и вот я принялась переписывать письмо другим, более круглым, чем мой, почерком. Но это оказалось довольно трудно, и мне пришлось испортить несколько почтовых листков, прежде чем письмо было написано однообразно. На завтра утром я бросила письмо в ящик, и оно среди дня было доставлено нам почту вместе с другой корреспонденцией. В этот день Федор Михайлович где-то замешкался и вернулся домой ровно к пяти. Не желая заставить детей ждать обеда, он, переодевшись в домашнее платье и не разбирая писем, пришел в столовую. За обедом было шумно и весело. Федор Михайлович был в хорошем настроении, много говорил и смеялся, отвечая детям на их вопросы. После обеда муж со стаканом чаю по обыкновению пошел к себе в кабинет, я же ушла в детскую и только минут через десять отправилась узнать об эффекте, который произвело мое анонимное письмо. Я вошла в комнату, села на свое обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чем-то таком, на что требовался ответ Федор Михайлович. Но он угрюмо молчал и тяжелыми, точно пудовыми шагами расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила, что ты такой хмурый, Федя? Федор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошелся еще раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня. «Ты носишь медальон?» спросил он каким-то сдавленным голосом. «Ношу, покажи его мне». «Зачем? Ведь ты много раз его видел». «Покажи медальон!» закричал во весь голос Федор Михайлович. Я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко и, чтобы успокоить его, стал расстегивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон. Федор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самим купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошел письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Федор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец муж справился с пружинкой, открыл медальон и увидел с одной стороны портрет нашей Любочки, с другой свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал. Ну, что нашел, спросила я. Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму? Федор Михайлович живо повернулся ко мне. А ты откуда знаешь об анонимном письме? Как откуда? Да я тебе сама его послала. Как сама послала? Что ты говоришь? Это невероятно. А я тебе сейчас докажу. Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка отечественных записок, порылась в ней и достала несколько почтовых листков, на которых вчера упражнялась в изменении почерка. Федор Михайлович даже руками развел от изумления. И ты сама сочинила это письмо? Да и не сочиняла вовсе, просто списала из романа Софьи Ивановны. Ведь ты вчера его читал. Я думала, что ты сразу догадаешься. Но где же тут вспомнить? Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала? Просто хотела пошутить, объясняла я. Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса. Кто ж тебя знал, что ты у меня такой отелло, и ничего не расслудив, полезешь на стену? В таких случаях не рассуждают. Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности. Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю истинной ревности, так уж в этом ты сам виноват. Зачем ты мне не изменяешь? Смеялась я, желая рассеять его настроение. Пожалуйста, измени мне. Да и то я одобрея тебя. Я бы тебя не тронула, но уж зато ей злодейки выцарапала бы глаза. Вот ты все смеешься, Анечка, заговорил виноватым голосом Федор Михайлович, а подумай, какое могло бы произойти несчастье, ведь я в гневе мог задушить тебя. Вот уж именно можно сказать, Бог спас, пожалел наших деток. И подумай, хоть бы я и не нашел портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнений в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился, умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю. Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нем оказалась полоска крови. Очевидно, сорванная силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришел в отчаяние. Боже мой, что я наделал? Анечка, дорогая моя, прости меня, я тебя поранил, тебе больно, скажи, тебе очень больно. Я стала его успокаивать, что никакой раны нет, а только простая царапина, которая завтра же заживет. Федор Михайлович был не на шутку обеспокоен, а главное престижен своей вспышкою. Весь вечер прошел в его извинениях, сожалениях и самой дружеской нежности. Я и сама была бесконечно счастлива, что моя нелепая шутка кончилась так благополучно. Я искренне раскаивалась, что заставила помучиться Федор Михайлович и дала себе слово никогда в жизни не шутить с ним в таком роде, узнав по опыту, до какого бешеного, почти невменяемого состояния способен в эти минуты ревности доходить мой дорогой муж. Как медальон, так и анонимное письмо от 18 мая 1876 года хранятся у меня и доселе. Глава 2 1876 год Поиски коровы Летом 1876 года в Старой Руси жил с семьей профессор Санкт-Петербургского университета Николай Петрович Вагнер. Пришел он к нам с письмом Полонского и произвел на моего мужа хорошее впечатление. Они стали очень часто видеться и Федор Михайлович очень заинтересовался новым знакомым как человеком фанатически преданным спиритизму. Интерес к спиритизму был главной причиной сближения Достоевского с Николаем Петровичем Вагнером страстным пропагандистом медиумизма и спиритизма напечатавшим две нашумевшие статьи в их защиту в Вестнике Европы 1875 год номер 4 и в русском Вестнике 1875 год номер 10 В 70-х годах 19-го века в русском обществе началось увлечение спиритизмом. В Петербург часто приезжали медиумы в основном из Англии устраивали спиритические сеансы в которых принимали участие известные ученые и писатели Бутлеров Бабарыкин Аксаков Вагнер Лесков Смотри об этом Лернер Таинственные Узелки Случаи с Достоевским в сборнике Красная Панорама 1928 год Октябрь страницы 36-42 Увлечение было настолько сильным, что физическим обществом при Петербургском университете была создана комиссия во главе с Менделеевым целью научного обследования спиритических явлений. Именно к этому времени относится письмо Достоевского в редакцию газеты «Новое время» «Вопрос о четвертом измерении» письма том 4 10-11 страницы свидетельствующие и об интересе писателя к спиритизму «Смотри Прибыткова воспоминания о Достоевском Ребус 1885 год номер 25 страницы 230 232 номер 26 страницы 240 245 Однако три заметки Достоевского о спиритизме в дневнике писателя за 1876 год говорят о том, что он постепенно охладел к спиритизму В последней заметке опять только одно словцо о спиритизме Достоевский дважды упоминает имя Вагнера Достоевский 1926 30 год том 11 274 275 страницы Достоевская ошибочно относит факт знакомства Достоевского с Вагнером к лету 1876 года на самом деле они познакомились летом 1875 года об этом свидетельствуют пять писем Достоевского к Вагнеру не вошедшие в четырехтомные собрания писем Достоевского под редакцией Долинина 1928 1959 годы и опубликованные первоначально в Чехословакии чешским литературоведом Каутманом а затем в Советском Союзе смотри Белов письма Достоевского советские архивы 1969 год номер второй еще одно письмо Достоевского к Вагнеру примыкающее по хронологии к этим пяти письмам и также не вошедшее в четырехтомное собрание писем опубликовано Каутманом в чешском журнале литературный архив 1967 год номер второй и Беловом в вопросах литературы 1967 год номер пятый смотри также письмо Вагнера к Достоевскому от 9 октября 1877 года опубликованные Волгиным в статье письма читателей к Достоевскому вопросы литературы 1971 год номер девятый страницы 190 191 Однажды встретившись со мной в парке Вагнер сказал мне ну и удивил же меня вчера Федор Михайлович чем это полюбопытствовал я вечером гуляя я хотел зайти к вам и на самом перекрестке встречаю вашего мужа и спрашиваю вы идете на прогулку Федор Михайлович нет не на прогулку я иду по делу а можно мне с вами идите если хотите ответил он неприветливо вид его мне показался озабоченным видимо ему не хотелось поддерживать разговор дошли до первого перекрестка тут навстречу попалась какая-то баба и Федор Михайлович спросил ее тетка ты не повстречала ли бурой коровы нет батюшка не повстречала ответила она вопрос о бурой корове показался мне странным и я приписал его народному поверью по которому по первой возвращающейся с поля корове можно судить о завтрашней погоде и подумал что Федор Михайлович с целью узнать о погоде на завтра осведомляется о корове но когда прошли еще квартал и встретившемуся мальчику Федор Михайлович повторил тот же вопрос я не выдержал и спросил да на что вам Федор Михайлович понадобилась бурая корова как на что я ее ищу ищите удивился я ну да ищу нашу корову она не вернулась с поля все домашние пошли ее разыскивать и я тоже ищу тут только я понял почему Федор Михайлович так пристально всматривался в канавы по сторонам улицы и был так рассеян что же вас так удивило спросил я Вагнера да как же отвечал он великий художник слова ум и фантазия которого всегда заняты идеями высшего порядка и он бродит по улице разыскивая какую-то бурую корову очевидно вы не знаете уважаемый Николай Петрович сказала я что Федор Михайлович не только талантливый писатель но и нежнейший семьянин для которого все происходящее в доме имеет большое значение ведь если б корова не вернулась домой вчера то наши детки особенно младшей остались бы без молока или получили бы его от незнакомой а пожалуй и нездоровой коровы вот Федор Михайлович и пошел на розыски надо сказать что мы не имели собственной коровы но когда приезжали на лето в Руссу то окрестные крестьяне на перебой старались отдать нам на все лето свою корову в надежде вместо отощавшей за зиму получить осенью откормленную на славу платили мы крестьянам залито 10-15 рублей но в случае если бы корова пала или мы бы ее испортили то обязаны были уплатить 90 рублей каждое лето случалось раза три четыре что корова не возвращалась с поля со стадом и тогда весь дом кроме няньки с грудным ребенком уходил в разные улицы на поиски Федор Михайлович близко принимавший к сердцу наши семейные радости и горести и в этом случае нам помогал и раза два три сам пригонял нашу корову домой и впускал ее в калитку меня всегда чрезвычайно трогала эта сердечная забота моего мужа о своей семье глава третья 1876 год зима знакомство в эту зиму светские знакомства Федора Михайловича значительно расширились его повсюду встречали очень радушно так как ценили в нем не только ум и талант но и доброе отзывчивое ко всякому людскому горю сердце я же и в эту зиму решила не выезжать в свет я до того уставала за день от работы по дневнику писателя от хозяйственных забот и от возни с моими детками что к вечеру хотелось лишь отдыхать и почитать интересную книгу и в обществе я наверное бы имела скучающий вид впрочем я немало не жалею о том что не бываю в обществе и вот почему с самого нашего возвращения в Россию у нас завелся обычай продолжавшийся до смерти мужа сокрушаясь постоянно о том что я не бываю в обществе и пожалуй скучаю Федор Михайлович хотел меня несколько удовлетворить тем что рассказывал мне обо всем что в гостях видел слышал или о чем беседовал с таким-то или таким-то лицом и рассказы Федора Михайловича были до того увлекательны и передавались им с такой экспрессией что вполне заменяли мне общество помню что я всегда с большим нетерпением ожидал возвращения его из гостей возвращался он обыкновенно в час в половине второго к этому времени для него был готов только что заваренный чай он переодевался в свое широкое летнее пальто служившее ему вместо халата выпивал стакан горячего чая и принимался рассказывать о встречах сегодняшнего вечера Федор Михайлович знал что меня интересуют подробности а поэтому на них не скупился и сообщал все свои разговоры а я всегда выспрашивала ну а что она тебе сказала а ты что ему ответил вернувшись из гостей Федор Михайлович уже не принимался за работу а так как привык поздно ложиться то мы за этими разговорами просиживали иногда до пяти часов утра и Федор Михайлович насильно отсылал меня спать уверяя что у меня будет болеть голова и что остальное доскажет завтра иной раз Федору Михайловичу удавалось похвалиться предо мною как ему пришлось взять верх в каком-нибудь литературном или политическом споре иной раз муж рассказывал о своем промахе как он не узнал или не признал кого-либо и какое из этого получилось недоразумение и спрашивал моего мнения или совета как исправить сделанный промах иногда Федор Михайлович откровенно высказывал жалобы на то как к нему несправедливо были иные люди и как старались его оскорбить или задеть его самолюбие надо правду сказать люди его профессии даже обладавшие и умом и талантом часто не щадили его и мелкими уколами и обидами старались показать как мало значит его талант в их глазах например иные вовсе не говорили с Федором Михайловичем об его новом произведении как бы не желая огорчать его плохими отзывами хотя конечно знали что он ждал от них не похвал или комплиментов а искреннего их мнения насчет того удалось ли ему провести в романе задуманную им идею или на прямой вопрос Федора Михайловича читал ли друг последнюю главу романа уже через месяц после появления журнала друг отвечал что книгу захватила молодежь передает ее из рук в руки и хвалит роман хотя говоривший отлично знал что Федору Михайловичу дорого не мнение его зеленой молодежи а его личное и что ему будет больно что друг так мало интересуется его произведением что за целый месяц не удосужился его прочесть помню как один литератор встретившись с Федором Михайловичем в обществе объявил что ему наконец-то удалось прочесть роман идиот а он вышел в свет лет пять назад что роман ему понравился но он нашел в нем неточность в чем неточность заинтересовался Федор Михайлович полагая что она заключается в идее или в характерах героев романа я жил этим летом в Павловске отвечал собеседник и гуляя с дочерьми мы все искали ту роскошную дачу во вкусе швейцарской хижины в которой жила героиня романа Аглая Япончина воля ваша такой дачи в Павловске не существует как будто Федор Михайлович обязан был в своем романе изобразить непременно существующую а не фантастическую дачу другой литератор уже впоследствии объявил что с великим любопытством два раза прочел речь прокурора в романе братья Карамазовы и второй раз вслух и с часами в руках почему с часами удивился мой муж в романе вы говорите что речь продолжалась пропуск в рукописи минут мне и захотелось проверить оказалось не пропуск в рукописи а только всего пропуск в рукописи в братьях Карамазовых отмечается время продолжения судебных прений с восьми часов вечера когда начал говорить прокурор до момента ухода присяжных в час ночи Федор Михайлович сначала подумал что самая речь прокурора настолько заинтересовала литератора что он решил перечитать ее во второй раз как бывает когда вас что-либо поразит оказалось причина была другая столь незначительная что о ней можно было упомянуть лишь желая обидеть или уязвить Федора Михайловича и примером такого отношения литературных современников к мужу было немало все это были конечно мелкие уколы самолюбия недостойные этих умных и талантливых людей но тем не менее они действовали болезненно на расстроенные нервы моего больного мужа я часто негодовала на этих недобрых людей и склонна была да простят мне если я ошибалась объяснять эти оскорбительные выходки профессиональную завистью которой у Федора Михайловича надо отдать ему в том справедливость никогда не было так как он всегда отдавал должное талантливым произведениям других писателей несмотря на разницу в убеждениях с тем лицом о котором говорил или писал для меня всегда было интересно когда на мои вопросы Федор Михайлович описывал костюмы дам виденных им в обществе иногда он высказывал желание чтобы я непременно шила себе понравившиеся ему платья знаешь Аня говорил он на ней было прелестное платье фасон самый простой справа приподнято и собрано сзади спущено до полу но не волочится слева вот только забыл кажется тоже приподнято шей себе такое увидишь как оно будет хорошо я обещал сшить хотя по описаниям Федора Михайловича довольно трудно было составить понятие о фасоне в красках Федор Михайлович тоже иногда ошибался и их плохо разбирал называл он иногда такие краски названия которых совершенно исчезли из употребления например цвет массака Федор Михайлович уверял что к моему цвету лица непременно подойдет цвет массака и просил шить такого цвета платье мне хотелось угодить мужу и я спрашивала в магазинах материю этого цвета торговцы недоумевали а от одной старушки уже впоследствии я узнала что массака густолиловый цвет и бархатом такого цвета прежде в Москве обивали гробы возможно что густолиловый цвет идет к иным лицам может быть пошел бы и ко мне но так и не удалось мне сделать себе платье такого цвета и тем исполнить желание мужа скажу кстати что муж всегда был чрезвычайно доволен когда видел меня в красивом платье или в красивой шляпе его мечта была видеть меня нарядной и это его радовало гораздо более чем меня письмо ко мне от 24 июля 1876 года примечание достоевской письма том 3 235 страница наши денежные дела были всегда неважны и нельзя было думать о нарядах но зато как бывал доволен и счастлив мой дорогой муж когда ему случалось и даже иногда против моего желания купить или привезти мне из-за границы какую-нибудь красивую вещь при каждой своей поездке в Эмс Федор Михайлович старался экономить чтобы привезти мне подарок то привез роскошный резной веер слоновой кости художественной работы в другой раз великолепный бинокль голубой эмали в третий янтарную парнюру брошь серьги и браслет эти вещи он долго выбирал присматривался и приценивался к ним и был чрезвычайно доволен если подарки мне нравились зная как мужу было приятно дарить мне я всегда получая подарки выказывала большую радость хотя иногда в душе была огорчена тем что покупал он не столько полезные сколько изящные вещи помню например как мне было жаль когда Федор Михайлович однажды получив от Каткова деньги купил в лучшем московском магазине дюжину сорочек по 12 рублей штука конечно я приняла подарок в видимом восхищении но в душе пожалела денег так как белья у меня было достаточно а на затраченную сумму можно было бы купить многое мне необходимое покупки роскошных сорочек предшествовал комический анекдот очень меня потешивший как-то раз часу во втором ночи муж вошел в мою комнату и разбудил громким вопросом Аня это твои сорочки какие сорочки вероятно мои не понимал я с просонья но разве можно носить такое грубое белье говорил муж в негодовании конечно можно не понимаю про что ты говоришь голубчик дай мне спать утром последовала разгадка прихода мужа и его возмущение горничная рассказала как ее и кухарку сначала испугал а затем удивил барин вечером она выстирала свои две сорочки и вывесила их сушить на веревочку за окно ночью поднялся ветер и замерзшие сорочки стали колотиться стекло Федор Михайлович работавший у себя в кабинете услышав стук и боясь что шум разбудит детей пошел в кухню встал на табурет отварил форточку и потихоньку вытянул вещи одну за одной затем тщательно развесил обе на веревке над плитой вот тут-то Федор Михайлович и рассмотрел белье оно было конечно из грубого серого холста ужаснулся и пришел меня разбудить утром я рассказала мужу в чем дело и он так смеялся своей ошибке когда я спросила зачем он не разбудил горничную муж ответил да жалко было будить ведь наработались в целый-то день пусть отдохнут таково было всегдашнее отношение мужа к прислуги от которой он лишних услуг для себя никогда не требовал но но особенно Федор Михайлович был доволен когда за два года до кончины ему удалось подарить мне серьги с бриллиантами по одному камню в каждый стоили они около двухсот рублей и по поводу покупки их муж советовался знатоком драгоценных вещей Пантелеевым помню я одела в первый раз подарок на литературный вечер на котором читал муж в то время когда читали другие литераторы мы с мужем сидели рядом вдоль стены украшенной зеркалами вдруг я заметила что муж смотрит в сторону и кому-то улыбается затем обратился ко мне и с восторгом прошептал блестят великолепно блестят выяснилось что при множестве огней игра моих камней оказалась хорошую и муж был этим доволен как дитя глава четвертая 1876 год долг Тургеневу из нашей жизни за 1876 год запомнило одно маленькое недоразумение очень взволновавшее моего мужа у которого дня за два за три пред тем был приступ эпилепсии к Федору Михайловичу явился молодой человек Александр Федорович Отто Онегин живший в Париже и впоследствии составивший ценную коллекцию пушкинских книг и документов господин Отто объявил что друг его Иван Сергеевич Тургенев поручил ему побывать у Федора Михайловича и получить должные ему деньги Муж удивился и спросил разве Тургенев не получил от Анненкова тех пятидесяти талеров которые он дал Анненкову для передачи Тургеневу в июле прошлого года когда встретился с ним в поезде по дороге в Россию господин Отто подтвердил получение от Анненкова денег но сказал что Тургенев помнит что выслал Федору Михайловичу в Висбаден не пятьдесят а сто талеров а потому считает за Федором Михайловичем еще пятьдесят Муж очень взволновался предполагая свою ошибку и тотчас вызвал меня скажи Аня сколько я был должен Тургеневу спросил муж представив мне гость Пятьдесят талеров Верно ли? Хорошо ли ты помнишь? Не ошибаешься ли? Отлично помню Ведь Тургенев в своем письме точно обозначил сколько тебе посылает Покажи мне письмо где оно у тебя требовал муж Конечно письма под рукой не было но я обещала отыскать его и мы просили молодого человека заглянуть к нам дня через два Федор Михайлович очень был расстроен возможную с моей стороны ошибкой и так беспокоился что я решила просидеть хоть всю ночь но найти письмо Беспокойство мужа передалось мне и мне стало казаться не произошло ли в этом случае какого недоразумения На беду корреспонденция моего мужа за прежние годы находилась в полном хаосе и мне пришлось пересмотреть по меньшей мере триста четыреста писем пока я наконец не напала на Тургеневское прочитав письмо и убедившись что ошибки с нашей стороны не произошло муж успокоился когда через два дня пришел господин Отто мы показали ему письмо Тургенева он был очень сконфужен и просил дать ему это письмо чтобы он мог послать его Тургеневу причем обещал письмо нам возвратить недели через три господин Отто вновь явился к нам и принес письмо но не то которое мы ему дали а письмо самого Федора Михайловича из Висбадена в котором он просил Тургенева судить его пятьюдесятью талерами Достоевская не точно излагает этот эпизод с долгом Тургеневу в письме от 3-го 15-го августа 1865-го года из Висбадена Достоевский просил Тургенева срочно одолжить ему сто талеров а не пятьдесят как пишет Достоевская смотри письма том 1 410-я страница однако Тургенев послал Достоевскому пятьдесят талеров за которые Достоевский благодарил письмом от 20-го августа смотри письма том 1 410-я страница таким образом недоразумение объяснялось к нашему полному удовольствию пострадал только Отто который в письме своем много лет спустя 19 декабря 1888 года напоминая о себе писал Мое маленькое знакомство с Федором Михайловичем было основано на неприятном для него недоразумении в котором я играл роль невольную Я то лицо которое являлось к вам давно-давно тому назад когда вы жили еще на песках Я явился в тяжелую материальную минуту тогда усугубленную болезненностью Федора Михайловича с поручением моего друга Иван Сергеевич Тургенева получить деньги долг Федор Михайлович Я пережил тогда тяжелые минуты ибо вы сами доверчиво изложили мне общее положение дел а потом Федор Михайлович доказал волнуясь и кипя что требование Иван Сергеевич было более чем несправедливо по свойственной мне несчастной резкости я написал тогда резкое письмо Иван Сергеевич дело выяснилось Иван Сергеевич сознался в своей ошибке но я почти утратил его дружбу как всегда бывает с третьим лицом замешанным в ссору двух других письма как Федор Михайлович так и господина Отто сохраняются примечания Достоевской письмо Онегина Достоевской от 19 декабря 1883 года а не 88 опубликовано Ланским в статье коллекция автографов Достоевской в книге памятники культуры новые открытия ежегодник 1976 год Москва 1977 год страница 71 глава 5 1877 год пропажа Солопа в начале 1877 года случилось событие благодаря которому мне пришлось ознакомиться с порядками тогдашнего столичного сыскного отделения у меня украли новый лисий Солоп надо сказать что вернувшись в Россию я по зимам продолжала носить то полудлинное пальто из серого барашка в котором ходила в Дрездене Федор Михайлович приходил в ужас видя меня столь легко одетую и предсказывал мне жестокую простуду со всеми ее последствиями конечно пальто не годилось для декабрьских и январских морозов и в холода мне приходилось надевать поверх пальто толстый плед что представляло довольно непривлекательный вид но в первые годы по возвращении в Россию приходилось думать главным образом об уплате долгов так нас беспокоивших а потому вопрос о теплой шутке поднимавшейся каждую осень так и не мог разрешиться в благоприятную сторону наконец в конце 1876 года явилась возможность исполнить наше давнишнее желание и я помню как это незначительное домашнее дело интересовало Федора Михайловича зная мою всегдашнюю скупость на мои наряды он решился заняться этим делом сам повез меня в меховой магазин Зизерина ныне Мертенса у которого всегда летом сберегалась его шуба и попросил старшего приказчика на совесть выбрать нам лисий мех на шубу и куний воротник приказчик поклонник таланта мужа накидал целую гору лисьих мехов и указывая их достоинства и недостатки выбрал наконец безукоризненной на назначенную сто рублей цену мех воротник из куницы почти на ту же цену оказался превосходным у них же нашлись обращики черного шелкового атласа который Федор Михайлович просмотрел и на свет и на цвет и на ломкость когда зашел разговор о фасоне ротонды только что начинали входить в употребление Федор Михайлович попросил показать новинку и тотчас запротестовал против нелепой моды когда же приказчик шутя сообщил что ротонду выдумал портной желавший избавиться от своей жены то муж мой объявил а я вовсе не хочу избавляться от своей жены а потому шейте-ка ей вещь по-старинному салоп с рукавами видя что заказ салопа так заинтересовал мужа я не настаивала на ротонде когда через две недели салоп был принесен и я его надела Федор Михайлович с удовольствием сказал ну ты теперь у меня совсем замоскворецкая купчиха теперь я не буду бояться что в нем ты простудишься и вот салоп сооруженный после стольких лет ожидания и стольких волнений был украден случилось это среди бела дня в какие-нибудь десять минут я откуда-то вернулась и узнав что Федор Михайлович уже встал и обо мне спрашивал тотчас поспешила к нему в кабинет оставив салоп на вешалке в передней хотя обычно относила его в свою комнату переговорив с мужем я вернулась в переднюю но салопа на вешалке уже не оказалось поднялась суматоха обе девушки бывшие в кухне объявили что никого не видали посмотрели на дверь на парадную лестницу она отказалась отпертую очевидно девушка помогая мне снять салоп позабыла запереть дверь и эту оплошностью воспользовался вор Федор Михайлович был очень огорчен пропажей салоп тем более что холодного времени оставалось целых два месяца я же была в совершенном отчаянии рвала и метала бронила прислуг сердилась и на себя зачем оставила салоп в передней позвали старшего дворника тот дал знать о пропаже в полицию вечером пришел какой-то полицейский чин допросить прислугу и посоветовал мне самой съездить в сыскное отделение и попросить тщательнее заняться розыском на следующее утро я поехала на офицерскую ввиду моей литературной фамилии меня тотчас же принял кто-то из главных чинов моя фамилия при жизни мужа всегда производила некоторые впечатления в официальных учреждениях литератор пожалуй опубликует в газетах меня внимательно выслушали и чиновник спросил на кого я имею подозрения я заявила что в прислугах моих я уверена обе они вывезены мною из старой русы служат три года и ни в чем дурном мною не замечены никого других тоже не подозреваю скажите кто у вас частые посетители спросил чиновник знакомые наши да вот еще приходят посыльные из магазинов за книгами и журналами имеется в виду дневник писателя но они всегда проходят через кухню а вчера никто из них не был а не бывают ли у вас попрошаи то есть просящие на бедность эти бывают и даже их много приходит надо вам сказать что мой муж необыкновенно добрый человек и не имеет силы кому-нибудь отказать в помощи конечно сообразно своими средствами случается когда у моего мужа не найдется мелочи а попросили у него милостыню вблизи нашего подъезда то он приводит нищих к нам на квартиру и здесь выдает деньги потом эти посетители начинали приходить сами и узнав имя мужа благодаря прибитой к двери дощечке стали спрашивать Федор Михайлович выходила конечно я они рассказывали мне про свои бедствия и я выдавала им копеек тридцать сорок хоть мы и не особенно богатые люди но такую помощь всегда оказать можем вот кто-нибудь из этих просителей у вас и украл сказал чиновник не думаю позвольте заступиться за моих бедняков говорила я хотя они очень надоедливы и отнимают много времени но не верится чтобы они были воры слишком у них несчастный и обиженный вид а вот мы посмотрим сказал чиновник Иванов принеси к альбом помощник принес толстый альбом и положил его предо мной на стол не угодно ли просмотреть предложил он может быть найдется знакомое вам лицо я с любопытством принялась пересматривать и на третьей же странице заметила хорошо известную мне физиономию господи воскликнула я этого человека я хорошо знаю он часто у нас бывал и этот тоже бывал и этот тоже повторяла я по мере того как перевертывала страница альбома и под каждой фотографией моего знакомого стояла подпись вор по передним а под одной тоже очень хорошо мне известную стояла взломщик схваченный с огнестрельным оружием я была поражена чрезвычайно люди которые у нас бывали часто с которыми я обычно разговаривала одна оказывались ворами даже убийцами которые могли не только ограбить но и убить меня или Федора Михайловича и наша семья могла подвергнуться страшной опасности холод ужаса проходил по спине мне представилась ужасная мысль ведь эти люди будут продолжать к нам приходить и мы ничем не гарантированы от смертельной опасности в будущем даже если теперь будем отказывать им в помощи то тем пожалуй ожесточим их и навлечем на себя эту опасность несколько минут я сидела в самом подавленном состоянии как жаль сказала я что мой муж не видит портретов этих знакомых и ему и мне лиц он пожалуй не поверит что они воры а вот чему нибудь подарку как подарку этой замечательной коллекции и теперь у меня сохраняющейся любезный чиновник прощаясь обещал прислать ко мне одного опытного агента который очень возможно что и найдет украденную у меня вещь особенно благодаря тому что теперь известно в какой именно порочной среде надо искать вора Федор Михайлович не менее меня был поражен видя портреты с такими характерными надписями некоторые лица он отлично знал так как часто встречал их во время своей вечерней прогулки у ворот больницы принца Ольденбургского где они выпрашивали у прохожих деньги на похороны будто бы умерших в детской больнице своих племянников или детей и к Федору Михайловичу они часто с этими просьбами обращались и он хоть и знал что они выпрашивают под вымышленным предлогом тем не менее никогда не отказывал им в помощи подаренная коллекция портретов мне действительно пригодилась должна заметить что в течение первого месяца после кражи никто нас не беспокоил просьбами о помощи затем появился один из самых назойливых попрошаев которому за два года его посещения я своими мелкими выдачами помогла похоронить не только больную матушку но и несколько тетушек он пришел опять с просьбой помочь ему купить лекарство какой-то больной тетушке я для своей охраны вызвала из кухни лукерью девушку большого роста и спросила у нее 30 копеек которые она и положила на стол затем строго обратилась к вору по передним слушайте возьмите эти 30 копеек и не приходите ко мне больше прошу вас у меня недавно украли салоп по этому поводу я побывала в сыскном и мне подарили там портреты воров по передним и сказали чтоб я представляла в полицию всех кто будет приходить ко мне за милостыней и ваш портрет почему-то там очутился хотите посмотреть нет зачем вам беспокоиться проговорил посетитель и мигом исчез оставив даже на столе предложенные ему деньги очевидно проситель сообщил о портретах своим товарищам но с тех пор очень долгое время никто из них не приходил Федор же Михайлович тоже с того времени не приводил никого с улицы а если не было что дать то просил нищего подождать у подъезда и высылал деньги служанкой агент обещанный сыскным отделением явился на следующий день и заставил меня с мельчайшими подробностями рассказать происшедшее допрашивая меня с таинственным видом о самых ненужных вещах между прочим я предложила агенту вопрос часто ли отыскиваются украденные вещи и получила в ответ это сударыня зависит главным образом от того желает ли потерпевший получить обратно свою вещь или нет я полагаю что каждый желает положим что каждый но один более заботится другой менее например была произведена кража у князя г на 5 тысяч рублей драгоценных вещей он прямо мне сказал а ты чите 10% важно ну весь ряд искались всякому агенту лестно знать что его усиленные труды будут вознаграждены и агент привел 2-3 предметы я ушла на несколько минут к мужу и сказал что очевидно и мне надо поотвечать ему 10% и дать в счет хоть 5 рублей Федор Михайлович только покачал головой и только высказал предположение что из розысков толка не будет вернувшись к агенту я пообещала 10% и дала 5-рублевку после чего он обещал медленно принять какие-то экстренные меры дня через два агент опять явился и сказал что напал на след похитителя Солопа только из боязни преждевременной огласки не решается назвать мне его имя опять начал расспрашивать о ненужных подробностях и отнял от меня час времени полагая что он получив взятку скорее уйдет я дала ему 5 рублей и сказала что всегда очень занята и прошу его прийти лишь тогда когда он будет иметь возможность сообщить что-нибудь существенное по этому делу прошло недели полторы как однажды в столовую где мы сидели с мужем вбежала лукерия с восклицанием радуйтесь барыня агент нам сказал он сейчас придет мы все конечно очень обрадовались агент сообщил что вор заложил мою украденную штубу в обществе для заклада на мойке что у него нашлась залоговая квитанция и что общество должно бесплатно отдать шубу если я доставлю доказательство что она мне принадлежит говорил что надо немедленно заявить свои права и предложил мне сейчас же с ним ехать в общество и теперь же получить свою шубу обратно федору михайловичу очень не понравилось это предложение агента он выразил намерение сам поехать с ним но тот отклонил сказав что как мужчина муж мой пожалуй не сумеет выяснить все признаки пропавшего салоп мне так хотелось получить вещь обратно что я уговорила мужа разрешить мне поехать с агентом причем на случай встречи со знакомыми закрыло лицо плотную вуалью и вот я в яркий солнечный день проехала через весь центральный петербург в сопровождении агента сыскного отделения и про себя смеялась думая что все столичные воры гуляющие по невскому проспекту поставлены в недоумение какую неизвестную им похитительницу везет теперь с собою слишком известный им агент сыскного отделения приехали на мойку и я хотела заплатить за извозчика но агент сказал что извозчик понадобится мне чтобы отвезти меня домой когда мне выдадут салоп я и велела извозчику ждать вошли в правление нас отвели в отдельную комнату и минут через десять принесли дамский салоп на лисием меху с первого же взгляда на него я увидела что эта вещь чужая и сказала об этом агенту да вы хорошенько его рассмотрите просил он меня может и узнаете посмотрите рукава дамы больше по рукавам признают тут агента на миг отозвали а мне метнулся в глаза ярлык общества пришитый к поле салопа я нагнулась прочитать и каково же было мое негодование когда я прочла на ярлыке что салоп заложен в ноябре 1876 года то есть за четыре месяца до того времени как мой салоп был у меня украден ясно что агент отлично это знал но предполагал что я или не узнаю своей вещи или готова буду взять себе чужую раз своя не отыскивается когда агент вернулся я показала ему ярлык и при директоре общества громко высказала ему свое негодование за его явный обман он очень покоробился и тотчас отошел что-то рассматривать в витринах выйдя из общества я сказала извозчику что с ним не поеду и просила сколько ему следует за езду с греческого проспекта и за простой какова же была моя досада когда извозчик объявил что ему следует семь рублей так как он возил барина с утра и тот выйдя сейчас из подъезда сказал что барыня за все заплатит конечно мне пришлось заплатить требуемое таким образом предвидение Федора Михайловича оправдалось и из моих поисков салопа не вышло толку к стоимости пропавшей вещи пришлось прибавить 17 рублей истраченные на агент жаловаться на агента любезному чиновнику его рекомендовавшему не имело по мнению моего мужа смысла он прислал бы другого агента и началась бы такая же канитель всего выгоднее было примириться с потерей и дать себе слово не обращаться впредь в подобных случаях к помощи этого почтенного учреждения глава 6 1877 год покупка дома поездка в Мирополье предсказание Фильд в начале 1877 года мы получили очень опечалившее нас известие скончался Гриббе хозяин старорусской дачи на которой мы проживали в последние 4 лета Достоевская ошиблась на год Александр Карлович Гриббе скончался 1 января 1876 года следовательно и покупка его старорусской дачи о чем Анна Григорьевна пишет дальше происходила не в 1877 году а в 1876 смотри Рейнус Достоевский в Старой Русси Ленинград 1971 год страница 35 Гроссман страница 248 Кроме искреннего сожаления о кончине доброго старичка всегда так сердечно относившегося к нашей семье нас с мужем обеспокоила мысль кому перейдет его дача и захочет ли будущий владелец ее иметь нас своими летними жильцами этот вопрос был для нас важен за пять лет житья мы очень полюбили старую Руссу и оценили ту пользу которую минеральные воды и грязи принесли нашим деткам хотелось бы и впредь пользоваться ими но кроме самого города мы полюбили и дачу Гриббе и нам казалось что трудно будет найти что-нибудь подходящее к ее достоинству дача господина Гриббе была не городской дом а скорее представляла собой помещичью усадьбу с большим тенистым садом огородом сараями погребом и прочим особенно ценил в ней Федор Михайлович отличную русскую баню находившуюся в саду которую он не беря ван часто пользовался дачу дача гриббе стояла и стоит на окраине города близ Коломца на берегу реки Перерытицы обсаженной громадными вязами посадки еще арактеевских времен по другие две стороны дома вдоль сада идут широкие улицы и только одна сторона участка соприкасается с садом соседей Федор Михайлович боявшийся пожаров сжигающих иногда целиком наши деревянные города Оренбург очень ценил такую уединенность нашей дачи мужу нравился и наш тенистый сад и большой мощеный двор по которому он совершал необходимые для здоровья прогулки в дождливые дни когда весь город утопал в грязи и ходить по немощенным улицам было невозможно но особенно нравились нам обоим небольшие но удобно расположенные комнаты дачи с их старинную тяжелую красного дерева мебелью и обстановкой в которой нам так тепло и уютно жилось к тому же мысль о том что здесь родился наш милый Алеша заставляла нас считать дом чем-то родным мы некоторое время были встревожены возможностью потерять свой излюбленный уголок но вскоре дело выяснилось наследница господина гриббе уезжала из города решила продать дом и запросила за него вместе с обстановкой и даже десятью сожжениями дров одну тысячу рублей что горожанам руссо показалось дорогою ценой денег своих в то время у нас не было но мне так хотелось не упустить этой дачи что я просила моего брата Ивана Григорьевича купить дом на свое имя с тем чтобы перепродать его нам когда у нас будут деньги брат мой исполнил мою просьбу и купил дом а я уже после смерти мужа купила у брата дом на свое имя благодаря этой покупке у нас по словам мужа образовалось свое гнездо куда мы с радостью ехали раннюю весной и откуда так не хотелось нам уезжать позднюю осенью Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного покоя и помню чтение любимых и интересных книг всегда откладывал до приезда в Руссу где желаемое им уединение сравнительно редко нарушалось праздными посетителями в 1877 году мы продолжали издание дневника писателя и хотя успех его нравственный и материальный возрастал но возрастали вместе с ним и тяготы связанные с издательством ежемесячного журнала то есть рассылка номеров ведение подписных книг переписка с подписчиками и прочее и прочее так как в этом деле я не имела помощников кроме посыльного то я страшно уставала и это отразилось на моем доселе крепком здоровье за два последние года я сильно похудела и начала кашлять мой добрый муж всегда следивший за моим здоровьем стал настаивать на полном для меня отдыхе в течение лета но так как такого отдыха в старой Руссе имея на руках хозяйство достигнуть было нельзя то он решил принять приглашением у него брата провести все лето у него в деревне в начале мая мы всей семьей поехали в Курскую губернию в имение брата Малый Прикол близ города Мирополье ясно помню наше тогдашнее продолжительное путешествие с остановками в Москве и на больших железнодорожных станциях где приходилось нашему поезду стоять часами ввиду передвижения войск отправляемых на войну русско-турецкая война 1877-78 годов на всех остановках Федор Михайлович закупал в буфете в большом количестве булки пряники папиросы спички и нес в вагоны где и раздавал вещи солдатам а с иными из них долго беседовал вспоминая это длинное путешествие скажу что меня всегда удивляло что Федор Михайлович иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге на все соглашался не высказывал никаких претензий или требований но наоборот изо всех сил старался облегчить мне и нянькам заботы о маленьких детях так быстро устающих в дороге и начинающих капризничать меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка чуть бывало кто из троих начинал капризничать Федор Михайлович являлся из своего уголка он садился в том же вагоне но поодли от нас брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал у мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми войти в их интересы приобрести доверие и это даже с чужими случайно встретившимися детьми и так заинтересовать ребенка что тот мигом становился весел и послушен объясняю это его всегдашнюю любовью к маленьким детям которая подсказывала ему как в данных обстоятельствах следует поступать в конце июня Федору Михайловичу пришлось из деревни поехать в Петербург чтобы редактировать и выпустить в свет летний двойной номер дневника писателя за май июнь одновременно с ним до станции Коренева поехала и я с двумя старшими детьми направляясь на богомолье в Киев Федор Михайлович придавал в воспитании своих детей большое значение ярким и светлым впечатлением испытанным ими в раннем детстве зная что я давно мечтала побывать в Киеве и поклониться тамошним святыням муж предложил мне воспользоваться его отсутствием и побывать в Киеве что мы благополучно и исполнили Федор Михайлович удачно справился с выпуском и рассылкой летнего номера дневника писателя но к сожалению моему испытал много беспокойства по поводу долгого неполучения от меня писем особенно его раздражало то обстоятельство что я по соглашению с ним посылала ему письма через старшего дворника нашего дома под влиянием случившегося с ним приступа эпилепсии муж совершенно забыл про наше соглашение и про то что если б я посылала письма адресуя прямо на его имя то главный почтант имея сделанное им весной предотъездом в деревню распоряжения отсылал бы мои письма в Мирополье как поступал со всею многочисленную корреспонденцией адресованную мужу на Петербург за последние годы федор федор Отсюда съездить в Доровое. Федор Михайлович так и сделал, и прожил у своей сестры Ивановой, которой перешло имение, двое суток. Родные его рассказывали мне потом, что в свой приезд муж мой посетил самые различные места в парке и окрестностях, дорогие ему по воспоминаниям, и даже сходил пешком, версты две от усадьбы, в любимую им в детстве рощу-чермашню, именем которой он потом назвал рощу в романе «Братья Карамазовы». Заходил Федор Михайлович и в избы мужиков своих сверстников, из которых многих он помнил. Старики и старухи, и сверстники, помнившие его с детства, радостно его приветствовали, зазывали в избы и угощали чаем. Поездка в Доровое доставила много воспоминаний, о которых муж по приезде передавал нам с большим оживлением. О поездке Достоевского в Доровое 20-21 июля 1877 года Смотри воспоминания крестьянина Дорового Макарова в статье «Стонов. Сельцо Доровое. Красная Нива. 1926 год. Номер 16» и статью Нечаевой из литературы о Достоевском «Поездка в Доровое. Новый мир. 1926 год. Номер 3». Он обещал своим детям непременно поехать с ними в Доровое с целью показать все свои любимые места в парке. Исполняя это желание мужа показать своим детям места, где он провел свое детство, я в 1884 году поехала с детьми в Доровое, и мы, по указанию его родных, побывали везде, где в последний раз ходил Федор Михайлович. Лето 1877 года прошло для всей нашей семьи весело и благополучно, и мы только жалели, что не могли остаться в деревне и на сентябрь. Но надо было выпускать в свет двойной летний номер «Июль-Август», и к концу августа мы вернулись в Петербург. Началась обычная, полная мелких треволнений жизни. Ежедневно стали посещать Федора Михайловича лица, знакомые и незнакомые. В эту осень довольно часто бывал у нас большой поклонник таланта моего мужа, писатель Соловьев. Соловьев. Однажды, придя к нам, он рассказал мужу, что познакомился с интересной дамой, госпожой Фильд, которая, определив очень верно его прошлую жизнь, предсказала ему некоторые факты, которые, к удивлению его, уже сбылись. Когда Соловьев направился домой, то вместе с ним вышел и мой муж, делавший по вечерам продолжительную прогулку. Дорогой муж спросил Соловьева, далеко ли живет госпожа Фильд, и, узнав, что она живет близко, предложил ему зайти к ней теперь же. Соловьев согласился, и они направились к гадалке. О визите вместе с Достоевским к гадалке Фильд Всеволод Соловьев рассказал в своих воспоминаниях о Достоевском «Смотри, исторический вестник, 1881 год, номер 4, страница 849». Госпожа Фильд, конечно, не имела понятия, кто был ее незнакомый гость, но то, что она предсказала Федору Михайловичу, в точности сбылось. Госпожа Фильд предсказала мужу, что в недалеком будущем его ожидает поклонение, великая слава, такая, какой он даже и вообразить себе не может. И это предсказание сбылось на Пушкинском празднестве. Сбылось к большому нашему несчастью и печальное ее предсказание о том, что в скором времени мужа постигнет семейное горе. Умер наш милый Алеша. О печальном предсказании гадалки Федор Михайлович сообщил мне уже после нашей утраты. По мере того, как приближался конец года, Федор Михайлович стал задумываться над вопросом, продолжать ли ему в следующем году издание дневника писателя. Денежным успехом этого издания муж был вполне доволен. Отношение к нему общества, искреннее и доверчивое, выражавшееся в переписке с ним и многочисленных посещениях незнакомых лиц, было для него драгоценно. Но потребность художественного творчества превозмогла, и Федор Михайлович решил прекратить издание дневника писателя на два-три года и приняться за новый роман. Какие литературные задачи занимали и волновали моего мужа, можно судить по найденной после него памятной книжке, в которой 24 декабря 1877 года он записал. Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издание дневника, то есть минимум на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет. В половине апреля Федору Михайловичу понадобилось по какому-то делу съездить в государственный банк. Боясь, что мужа затруднит разыскивание отделения банка, которое было ему необходимо, я вызвалась его сопровождать. Проезжая по Невскому, мы заметили, что люди толпятся около продавцов газет. Мы остановили извозчика, я пробилась сквозь толпу и купила только что вышедшее объявление. Это был высочайший манифест о вступлении российских войск в пределы Турции, данный в Кашиневе 12 апреля 1877 года. Манифест давно ожидали, но теперь объявление войны стало совершившимся фактом. Прочитав манифест, Федор Михайлович велел извозчику везти нас к Казанскому собору. В соборе было немало народу и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской Божьей Матери. Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши без свидетелей, я не пошла за ним, и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора до того погруженного в молитвенное и умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал. О поездке в банк не было и речи, так сильно был потрясен Федор Михайлович происшедшим событием и его великими последствиями для столь любимой им Родины. Манифест муж мой отложил в число своих важных бумаг, и он находится в его архиве. Русско-турецкая война 1877-1878 годов приковала внимание русской общественности к так называемому «восточному» или «славянскому вопросу». Достоевский решал «восточный вопрос» в духе развиваемых им почвеннических идей, рассматривая участие России в войне как начало осуществления исторической миссии русского народа, которому предстоит объединить все человечество и в первую очередь славянские народы на христианских началах любви и братства. Смотри дневник писателя за 1876 год. Июнь. Достоевский, 1926-30 годы, том 11, 316-33 страница. Глава 7. 1877 год. В ноябре 1877 года Федор Михайлович находился в очень грустном настроении. Умирал Некрасов, давно страдавший какой-то мучительной болезнью. С Некрасовым для мужа соединялись воспоминания о его юности, о начале его литературной карьеры. Ведь Некрасов был один из первых, кто признал талант Федора Михайловича и содействовал его успеху в тогдашнем интеллигентном обществе. Правда, впоследствии они оба разошлись в политических убеждениях, и в 60-х годах между журналами «Время» и «Современник» шла ожесточенная полемическая борьба. Но Федор Михайлович не помнил сгла, и когда Некрасов предложил ему поместить свой роман в отечественных записках, то он согласился и возобновил свои дружелюбные отношения к бывшему другу юности. Некрасов искренне отвечал на них. Узнав, что Некрасов опасно болен, Федор Михайлович стал часто заходить к нему, узнать о здоровье. Иной раз просил ради него не будить больного, а лишь передать ему сердечное приветствие. Иногда муж заставал Некрасова бодрствующим, и тогда тот читал мужу свои последние стихотворения, и, указывая на одно из них, несчастные, под именем Крота, сказал «Это я про вас написал, что чрезвычайно тронуло мужа». Поэма «Несчастные» не относится к числу последних стихотворений Некрасова, как пишет Достоевская. Она была опубликована в пятой книжке «Современника» за 1856 год. Возможно, что именно о поэме «Несчастные» вспоминает Достоевский, когда пишет о встрече с Некрасовым в дневнике писателя за 1877 год. «Когда я воротился из каторги, он, Некрасов, указал мне на одно свое стихотворение в книге его. «Это я об вас тогда написал», — сказал он мне. Достоевский, 1926-30 годы, том 12, 33-я страница. Вообще, последние свидания с Некрасовым оставили Федору Михайловичу глубокое впечатление, а потому, когда 27 декабря он узнал о кончине Некрасова, то был огорчен до глубины души. Сестра Некрасова-Будкевич пишет в своем дневнике о свидании Достоевского с больным поэтом 23 марта 1877 года. Пришел Достоевский. Брата связывали с ним воспоминания юности. Они были ровесники, и он любил его. Я не могу говорить, но скажите ему, чтобы он вошел на минуту. Мне приятно его видеть. Достоевский посидел у него недолго. Рассказал ему, что был удивлен сегодня, увидев в тюрьме у арестанток физиологию Петербурга. В тот день Достоевский был особенно бледен и усталый. Я спросил его о здоровье. Нехорошо, — отвечал он, — припадки подучей все усиливаются. В нынешнем месяце уже пять раз повторялись. Последний был пять дней тому назад, а голова все еще не свежа. Не удивитесь, что я сегодня все смеюсь. Это нервный смех. У меня всегда бывает после припадка. Некрасов в воспоминаниях современников. Москва, 1971 год, страница 441. Сам Достоевский упоминает о последнем свидании с Некрасовым во второй половине ноября 1877 года в дневнике писателя за 1877 год. Достоевский, 1926-30 год, том 12, 346, страница. Всю ту ночь он читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренно восхищаясь многими из них и признавая их настоящими перлами русской поэзии. Видя его крайнее возбуждение и опасаясь приступа эпилепсии, я до утра просидела у мужа в кабинете и из его рассказов узнала несколько неизвестных для меня эпизодов их юношеской жизни. Федор Михайлович бывал на панихидах по Некрасову и решил поехать на вынос его тела и на его погребение. Рано утром 30 декабря мы приехали на Литейную к дому Краевского, где жил Некрасов, и здесь достали массу молодежи с лавровыми венками в руках. Федор Михайлович провожал гроб за Итальянской улице, но так как идти с обнаженной головой в сильный мороз было опасно, то я уговорила мужа поехать домой, а затем через два часа приехать в Новодевичий монастырь к отпеванию. Так и сделали, и в полдень были в монастыре. Постояв с полчаса в жаркой церкви, Федор Михайлович решил выйти на воздух. — Вышел с нами и Миллер, и мы вместе пошли искать будущую могилу Некрасова. Тишина кладбища произвела на Федора Михайловича умиротворяющие впечатления, и он сказал мне, — Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где хочешь, но запомни, не хорони меня на Волковом кладбище, на литераторских мостках. Не хочу я лежать между моими врагами. Довольно я натерпелся от них при жизни. Мне было очень тяжело слышать его распоряжение насчет похорон. Я стал его уговаривать, уверять, что он вполне здоров и что ему незачем думать о смерти. Желая изменить его грустное настроение, я стал фантазировать насчет его будущих похорон, умоляя жить на свете как можно дольше. Ну, не хочешь на Волковом, я похороню тебя в Невской лавре, рядом с Жуковским, которого ты так любишь. Только не умирай, пожалуйста. Я позову Невских певчих, а обедню служить будет архиерей, даже два. И знаешь, я сделаю, что за тобой пойдет не только эта громадная толпа молодежи, а весь Петербург — тысяч шестьдесят восемьдесят. И венков будет втрое больше. Видишь, какие блестящие похороны я обещаю тебе устроить, но под одним условием — чтобы ты жил еще много-много лет, иначе я буду слишком несчастна. Я нарочно высказывала свои гиперболические обещания, зная, что это может отвлечь Федора Михайловича от угнетавшей его в ту минуту мысли, и мне удалось этого добиться. Федор Михайлович улыбнулся и сказал «Хорошо, хорошо, постараюсь пожить дольше». Миллер сказал что-то о моей богатой фантазии, и разговор перешел на другое. Прошло три года, и когда скончался Федор Михайлович, и состоялись его грандиозные похороны, каких в столице доселе еще не бывало, то Миллер, в скором времени навестивший меня, напомнил мне о моем почти дословном предсказании всего, что произошло. Действительно, как я предсказал, Федор Михайлович нашел место своего вечного успокоения в Александро-Невской лавре, рядом с могилою поэта Жуковского. Место рядом могло и не найтись. На отпевание его тела присутствовало два архиерея, и пели превосходные невские певчие. За кортежем, как я предсказала, шло шестьдесят-восемьдесят тысяч народу, и несли большое количество венков. Я сама припомнила мои фантастические обещания, сказанные на кладбище Новодевичьего монастыря. Но своему столь точному предсказанию нисколько не удивилась. Я знала за собою способность иногда высказать предположения или замечания, совершенно случайные, как бы невольно вырвавшиеся у меня в разговоре, но которые исполнялись почти буквально. Обыкновенно эта способность проявлялась у меня в тех случаях, когда мои нервы были очень расстроены, а такими именно были они, когда мы провожали Некрасова, и я с беспокойством видела, до чего смерть старинного друга и современника болезненно подействовала на моего мужа. Я где-то читала, что способность некоторого, как бы, проведения присуща северным женщинам, то есть норвежкам и шведкам. Не моим ли происхождением от матери шведки объясняется эта моя способность, доставившая мне в некоторых случаях немало неприятных минут? Примечание Достоевской. На могиле Некрасова окружавшая ее толпа молодежи после нескольких речей сотрудников отечественных записок потребовала, чтобы Достоевский сказал свое слово. Федор Михайлович, глубоко взволнованный, прерывающимся голосом, произнес небольшую речь, в которой высоко поставил талант почившего пуэта и выяснил ту большую потерю, которую с его кончиною понесла русская литература. Это было, по мнению многих, самое задушевное слово, сказанное над раскрытой могилой Некрасова. Эта речь, значительно распространенная, была напечатана в декабрьском номере дневника писателя за 1877 год. По мнению многих литераторов, статья эта представляла лучшую защитительную речь Некрасова как «Человеке», кем-либо написанную из тогдашних критиков. Большинство петербургских газет в своих статьях по поводу смерти Некрасова писали не столько о значении поэзии Некрасова, сколько о его практичности, пороках, двойственности образа. В этом смысле статья Достоевского о Некрасове в дневнике писателя действительно, по словам Анны Григорьевны, представляла лучшую защитительную речь Некрасова как «Человек». Эта статья заканчивалась так. Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений в области нравственной и в области убеждений может доходить русский человек в наше печальное переходное время. Но этот человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны. Стремление же его к народу столь высоко, что ставят его как поэта на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то опять-таки любовью к народу и страданиям по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить. Достоевский, 1926-30 годы, том 12, 363 страница. Именно как защитительную речь восприняли выступления Достоевского о Некрасове такие ведущие сотрудники отечественных записок, как Михайловский и Скобичевский. А впечатление, которое произвела на современников речь Достоевского о Некрасове, смотри воспоминания Плещеев, «Тридцатилетие со дня смерти Некрасова», «Петербургская газета», 1907 год, номер 355, 27 декабря, Плеханов, «Литература и эстетика», том 2, Москва, 1958 год, страницы 206-209, Короленко, «История моего современника», Москва, 1965 год, страницы 429-431. Смотри также «Туниманов», «Достоевский и Некрасов», в книге «Достоевский и его время», «Ленинград», 1971 год, страница 33-66. Часть 9. 1878-1879 годы. Глава 1. Великим постом 1878 года Владимир Соловьев прочел ряд философских лекций по поручению Обществу любителей духовного просвещения в помещении Соленого городка. Чтения эти собирали полный зал слушателей. Между ними было много и наших общих знакомых. Так как дома у нас все было благополучно, то на лекции ездила и я вместе с Федором Михайловичем. Эта лекция Владимира Соловьева, на которой присутствовали Достоевский и Толстой, состоялась 10 марта 1878 года. Толстой был также искренне огорчен тем, что Страхов ему не сообщил о присутствии на лекции Достоевского. Смотри об этом подробнее в 12-й части настоящего издания в главе «Разговор с Толстым». Возвращаясь, с одной из них муж спросил меня, «А ты не заметила, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич Страхов?» И сам не подошел, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. «Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?» «Да, и мне показалось, будто он нас избегал», — ответила я. Впрочем, когда я ему на прощание сказала «не забудьте воскресенье», он ответил «ваш гость». Меня несколько тревожило, не сказала ли я по моей стремительности что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне предпредстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостям рыбу. В ближайшее воскресенье Николай Николаевич пришел к обеду. Я решила выяснить дело и прямо спросила, не сердится ли он на нас. «Что это вам пришло в голову, Анна Григорьевна?» — спросил Страхов. «Да нам с мужем показалось, что вы на последней лекции Соловьева нас избегали». «Ах, это был особенный случай», — засмеялся Страхов. «Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился». «Как? С вами был Толстой?» — с горестным изумлением воскликнул Федор Михайлович. «Как я жалею, что я его не видал». «Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него». «Да ведь вы по портретам его знаете», — смеялся Николай Николаевич. «Что портреты, разве они передают человека, то ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали». И в дальнейшем Федор Михайлович не раз выражал сожаление о том, что не знает Толстого в лицо. Глава 2. Воспоминаниям 1878 года. 16 мая 1878 года нашу семью поразило страшное несчастье. Скончался наш младший сын Леша. Ничто не предвещало постигшего нас горе. Ребенок был все время здоров и весел. Утром в день смерти он еще лепетал на своем, не всем понятном языке, и громко смеялся с старушкой Прохоровной, приехавшей к нам погостить перед нашим отъездом в Старую Русу. Вдруг личико ребенка стало подергиваться легкую судорогую. Няня приняла это за родимчик, случающийся иногда у детей, когда у них идут зубы. У него же именно в это время стали выходить коренные. Я очень испугалась и тотчас пригласила всегда лечившего у нас детского доктора Чошина, который жил неподалеку и немедленно пришел к нам. По-видимому, он не придал особенного значения болезни. Что-то прописал и уверил, что родимчик скоро пройдет. Но так как судороги продолжались, то я разбудил и Федора Михайловича, который страшно обеспокоился. Мы решили обратиться к специалисту по нервным болезням, и я отправилась к профессору Успенскому. У него был прием, и человек двадцать сидело в его зале. Он принял меня на минуту и сказал, что как только отпустит больных, то тотчас приедет к нам. Прописал что-то успокоительное и велел взять подушку с кислородом, который и давать по временам дышать ребенку. Вернувшись домой, я нашла моего бедного мальчика в том же положении. Он был без сознания, и от времени до времени его маленькое тело сотрясалось от судорог. Но, по-видимому, он не страдал. Стонов или криков не было. Мы не отходили от нашего маленького страдальца и с нетерпением ждали доктора. Около двух часов он наконец явился, осмотрел больного и сказал мне, не плачьте, не беспокойтесь, это скоро пройдет. Федор Михайлович пошел провожать доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтобы было удобнее смотреть его доктору. Я тоже встала на колени рядом с мужем, хотела его спросить, что именно сказал доктор, а он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония. Но он знаком запретил мне говорить. Прошло около часу, и мы стали замечать, что судороги заметно уменьшаются. Успокоенная доктором, я была даже рада, полагая, что его подергивание переходит в спокойный сон, может быть, предвещающее выздоровление. И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось, и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала. Горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу. Федор Михайлович был страшно поражен этой смертью. Он как-то особенно любил Лешу, почти болезненной любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии, болезни от него унаследованной. Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы. Но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье. Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Владимира Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнешней мечтой Федора Михайловича, но так трудно было это осуществить. Владимир Сергеевич согласился мне помочь и стал уговаривать Федора Михайловича отправиться в пустынь вместе. Я подкрепила своими просьбами, и тут же было решено, что Федор Михайлович в половине июня приедет в Москву. Он еще ранее намерен был туда ехать, чтобы предложить Каткову свой будущий роман, и воспользуется случаем, чтобы съездить с Владимиром Соловьевым в Оптину пустынь. Одного Федора Михайловича я не решилась бы отпустить в такой отдаленный, а главное в те времена столь утомительный путь. Соловьев, хоть и был, по моему мнению, не от мира всего, но сумел бы уберечь Федора Михайловича, если б с ним случился приступ эпилепсии. На меня смерть нашего дорогого мальчика произвела потрясающее впечатление. Я до того потерялась, до того грустила и плакала, что никто меня не узнавал. Моя обычная жизнерадостность исчезла, равно как и всегдашняя энергия, на место которой явилась апатия. Я охладела ко всему, к хозяйству, делам и даже к собственным детям, и вся отдалась воспоминаниям последних трех лет. Многие мои сомнения, мысли и даже слова запечатлены Федором Михайловичем в «Братьях Карамазовых» в главе «Верующие бабы», где потерявшая своего ребенка женщина рассказывает о своем горе старцу Зосиме. Федор Михайлович очень мучился моим состоянием. Он уговаривал, упрашивал меня покориться воле Божьей, смирением принять неспосланное на нас несчастье, пожалеть его и детей, которым, по его мнению, я стала равнодушна. Его уговоры и увещания на меня подействовали, и я поборола себя, чтобы своею экспансивную горестью не расстраивать еще более моего несчастного мужа. Тотчас после похорон Алеши, мы похоронили его на Большеохтинском кладбище, мы переехали в Старую Руссу, а затем 20 июня Федор Михайлович уже был в Москве. Здесь ему очень скоро удалось сговориться с редакцией русского вестника по поводу напечатания в следующем 1879 году нового его романа, то есть «Братьев Карамазовых». Окончив это дело, Федор Михайлович поехал в Оптину пустынь. История его путешествия, или вернее блужданий с Владимиром Соловьевым, описана моим мужем в его письме ко мне от 29 июня 1878 года. Смотри письма, том 4, 29 страница. Достоевский ездил в Оптину пустынь с Владимиром Соловьевым с 23 по 29 июня 1878 года. Смотри об этой поездке воспоминания Владимира Соловьева. Владимир Соловьев, собрание сочинений, том 3, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 197. И очерк Стахеева, группы и портреты. Исторический вестник, 1907 год, номер 1, страница 84-88. Оптино пустынь – старинный монастырь, основанный по преданию еще в XIV веке возле древнего калужского города Козельска. Этот монастырь наряду с такими обителями, как Царовская пустынь, Самбовская губерния, Глинская пустынь, Курская губерния, Белобережская пустынь, Орловская губерния, возродил особый тип русского монашества – старчества, старец в православии, руководитель совести. Старцы Оптиной пустыни неизменно привлекали к себе внимание выдающихся деятелей литературы и искусства. В Оптиной пустыне бывали Гоголь, Достоевский, Толстой, Опухтин, Жуковский, Владимир Соловьев, Киреевские, Лесков, Тургенев. Алексей Константинович Толстой. Смотри Богданов, Оптина пустынь и паломничество в нее русских писателей. Исторический вестник, 1910 год, номер 10. Смотри также статью Павлович, Оптина пустынь в книге Прометей, 1980 год, номер 12. Интересно, что в библиотеке Достоевского имелись книги «Жизнеописание» Оптинского старца и иеромонаха Леонида «Схимельва, Москва, 1876 год» и «Историческое описание Козельской, Введенской, Оптиной пустыни» издания «Третья, Москва, 1876 год». Об Оптиной пустыне Достоевскому мог рассказать подробно также страхов, ездивший туда в 1877 году вместе с Львом Николаевичем Толстым. Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни, как бы умиротворенный и значительно успокоившийся, и много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым старцем, отцом Амвросием, Федор Михайлович виделся три раза, раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. «Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастье и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующий ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал о печаленной матери. Пропуск в рукписи» В примечаниях к сочинениям Федора Михайловича Достоевского Анна Григорьевна Достоевская, приведя слова Зосимы из братьев Карамазовых, «Помяну, мать, помяну, и печаль твою на молитве вспомяну, и супруга твоего за здравие помяну». Достоевский, 1956-1958 годы, том 9, 66 страница, пишет «Эти слова передал мне Федор Михайлович, возвратившись в 1878 году из Оптиной пустыни. Там он беседовал со старцем Амвросием и рассказал ему о том, как мы горюем и плачем по недавно умершему нашему мальчику. Старец Амвросий обещал Федору Михайловичу помянуть на молитве Алешу и печаль мою, а также помянуть нас и детей наших за здравие. Федор Михайлович был глубоко тронут беседуя со старцем и его обещанием за нас помолиться. Гроссман, семинарий, 67 страница. Старец Амвросий послужил в известной мере прототипом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Интересно сравнить главу «Тлетворный дух» в седьмой книге «Братьев Карамазовых» со словами старца Амвросия, которые Достоевский мог слышать в Оптиной пустыне, так как их часто повторял Амвросий «Много я от людей славы при жизни принял, и потому от меня будет смрад». По Оптиной пустыне воспроизведена обстановка скита и кельи Зосимы, его окружения. О старцах Амвросии как прототипе Зосимы смотри работы Плетнева «Сердцем мудрые», «О старцах у Достоевского» в книге о Достоевском, сборник статей под редакцией Бема, том 2, Прага, 1933 год, страницы 73-92 и Белова, Зосима и Амвросий. «Наука и религия», 1974 год, номер 4, страницы 76-78. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый старец. Вернувшись осенью в Петербург, мы не решились остаться на квартире, где все было полно воспоминаниями о нашем умершем мальчике, и поселились в кузнечном переулке в доме номер 5, где через два с половиной года было суждено судьбою умереть моему мужу. Квартира наша состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни, и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на кузнечный переулок, и кабинет мужа находился там, где прибита в настоящее время мраморная доска. Парадный вход, ныне заделанный, расположен под нашей гостиницей, рядом с кабинетом. Как ни старались мы с мужем покориться воле Божьей и не тосковать, забыть нашего милого Лешу, мы не могли, и вся осень и наступившая зима были омрачены печальными воспоминаниями. Потери наши повлияли на мужа в том отношении, что он, и всегда страстно относившийся к своим деткам, стал их еще сильнее любить и сильнее за них тревожиться. Внешняя жизнь шла по-прежнему. Федор Михайлович усиленно работал над планом своего нового произведения. Составление плана романа всегда было главным делом в его литературных работах и самым трудным, так как планы некоторых романов, например, романа «Бесы», переделывались иногда по нескольку раз. Работа шла настолько успешно, что уже в декабре 1878 года, кроме составленного плана, было написано около 10 печатных листов романа «Братья Карамазовы», которые и были напечатаны в январской книжке «Русского вестника» за 1879 год. В декабре 1878 года, 14-го, Федор Михайлович принимал участие в литературно-музыкальном вечере в зале благородного собрания в пользу бестужевских курсов. Он прочел из романа «Униженные» рассказ Нелли. Что всех слушателей поразило в чтении Федора Михайловича, это было необыкновенная простодушие, искренность, как будто читал не автор, а рассказывала про свою горькую жизнь девушка-подросток. Было особенное искусство в том, чтобы столь простым чтением произвести на слушателей неизгладимое впечатление. Курсистки чрезвычайно горячо принимали читавшего, и я помню, мужу было очень приятно быть среди этой восторженной молодежи, так искренно к нему относившейся. Впоследствии Федор Михайлович с особенным удовольствием откликался на зовы читать в пользу учащегося юношества. Смотри, например, воспоминания фельдшерицы Даганович о выступлении Достоевского на литературном вечере фельдшерской школы, Наблюдатель, 1885 год, октябрь, страницы 332-334. Штакеншнейдер о выступлении Достоевского на литературном вечере в женской гимназии. Штакеншнейдер, дневник и записки, 1854-1886 годы, «Москва-Ленинград, 1934 год, страница 463-464». Жена физиолога Павлова Павлова вспоминает о выступлении Достоевского на литературном вечере петербургских педагогических курсов в 1879 году. Вдруг я услышала громкий голос и, выглянув на эстраду, увидела пророка. Лицо Достоевского совершенно преобразилось. Глаза метали молнии, которые жгли сердца людей, а лицо блистало вдохновенной высшей силой. Музыка, пение на этом вечере были только прелюдией пророческой речи Достоевского. «Все время твердила я, да, он зажег сердца людей на служение правде и истине». Новый мир, 1946 год, номер 3, страницы 116-117. Глава 3, 1878 год. Когда в предпоследнем номере дневника писателя появилось извещение, что Федор Михайлович по болезненности прекращает свое издание, муж стал получать от подписчиков и читателей дневника писателя сочувственные письма, в которых одни соболезновали по поводу его болезни и желали ему выздоровления, другие выражали сожаление о прекращении журнала, так чутко отзывавшегося на все, что волновало в то время общество. Обращение к читателю о временном прекращении дневника писателя появилось не в предпоследнем, то есть в ноябрьском номере дневника писателя за 1877 год, а в октябрьском номере «Смотри, Достоевский, 1926-30 годы, том 12, 265-я страница». В период напряженной работы над братьями Карамазовыми Достоевский временно прекратил издание дневника писателя. Некоторые высказывали пожелание, чтобы Федор Михайлович, если его обременяет ежемесячный выпуск журнала, выдавал бы свой дневник без определенного срока, когда здоровье и силы это позволят, но чтобы было можно хоть изредка слышать его искренние суждения о выдающихся событиях текущей жизни. Таких писем в начале года пришло более сотни, и письма эти производили на мужа самое доброе впечатление. Они доказывали Федору Михайловичу, что у него есть единомышленники, и что общество ценит его беспристрастный голос и верит ему. По этому поводу у меня сохранилось напечатанное письмо Федора Михайловича к его другу Яновскому, которое здесь выписываю. Знакомство Достоевского с врачом Степаном Дмитриевичем Яновским произошло в 1846 году. Они подружились, хотя внутренней духовной близости между ними не возникло. Яновский всю жизнь сохранял к Достоевскому самые искренние и теплые чувства. В 1859 году, когда Достоевский приехал из Семипалатинска в Тверь, Яновский, как он сам писал об этом, первый из близких его знакомых, посетил его в этом городе, единственно с целью увидеть и обнять дорогого мне Федора Михайловича. Новое время, 1881 год, 24 февраля, 8 марта, номер 1793. Яновский оставил воспоминания о Достоевском, напечатанные в русском вестнике, 1885 год, номер 4, страница 796, 819. Майков писал Достоевскому по поводу сюжета «Вечного мужа», узнал историю Яновского и его характер. Письма, том 2, 476, страница. Вы не поверите, до какой степени я пользовался сочувствием русских людей в эти два года издания. Письма одобрительные и даже искренно выражавшие любовь приходили ко мне сотнями. С октября, когда объявил о прекращении издания, они приходят ежедневно со всей России, из всех самых разнородных классов общества, с ожелениями и с просьбами не покидать дело. Только совестливость мешает мне высказать ту степень сочувствия, которую мне все выражают. И если б вы знали, сколько я сам научился в эти два года издания из этих сотен писем русских людей. А главная наука в том, что истинно русских людей не с исковерканным интеллигентно-петербургским взглядом, а с истинным и правым взглядом русского человека оказалось несравненно больше у нас в России, чем я думал два года назад. До того больше, что даже в самых горячих желаниях и фантазиях моих я не мог бы этого результата представить. Поверьте, что у нас в России многое совсем не так безотрадно, как прежде казалось, а главное, многое свидетельствует о жажде новой, правой жизни, о глубокой вере в близкую перемену в образе мысли нашей интеллигенции, отставшей от народа и не понимающей его даже вовсе. Вы сердитесь на Краевского, но он не один. Все они отрицали народ, смеялись и смеются над движением его и таким ярким, святым проявлением его воли и формой, в которой он представил свое желание. С тем эти господа и исчезнут, слишком устарели и измочалились. Непонимающие народа теперь должны, несомненно, примкнуть к биржевикам и жидам. И вот финал представителей нашей передовой мысли. Но идет новое. В армии наша молодежь и наши женщины-сестрицы показали другое, чем все ожидали и о чем все пророчествовали. Будем ждать. Краевский же служит известным лицам. И, кроме того, на мой взгляд, хотел отличиться оригинальностью еще сербской войны. Задавшись раз, уже не мог оставить. Впрочем, здесь у нас мало толку во всех даже газетах, кроме московских ведомостей и их политических передовых, ценимых за границей очень. Остальные газеты эксплуатируют лишь минуту. Во всех сотнях писем, которые я получил в эти два года, всего более хвалили меня за искренность и честность мысли. Значит, этого-то всего более и не достает у нас. Этого-то и жаждут. Этого-то и не находят. Граждан у нас мало в представителях интеллигенции. Из письма Достоевского к Яновскому от 17 декабря 1877 года. Письма, том 3, 285-я страница. Начиная с 60-х годов, в письмах Достоевского можно встретить гневные, полные сарказма, отзывы о Краевском и его газете «Голос». В 70-х годах в «Голосе» заметно усилилась полемика с консервативной печатью, особенно с газетой Каткова «Московские ведомости». В фильетонах статьях под заглавием «Литературные и общественные курьезы» 1872-73 годы и «Литература и жизнь» резко критиковались гражданин Мещерского и русский вестник Каткова, то есть как раз те органы, где активно сотрудничал Достоевский. С либеральных позиций «Голос» Краевского выступал против помощи сербам и черногорцам в их военном конфликте с Турцией в 1876 году и против самого участия русского народа в войне с Турцией в 1877-1878 годах. В статьях «Голоса» высказывались взгляды полностью противоположные позиции Достоевского, объяснявшего политику России братскими чувствами русского народа к славянам. Именно отрицательное отношение «Голоса» к участию России в войне с Турцией и имеет в виду Достоевский в письме к Яновскому. По собственному признанию Достоевского «мерзкий голос» бесил его. Письма, том 4, 95-я страница. Подробнее о взаимоотношениях Достоевского с Краевским и его газетой «Голос» смотри специальную работу Виноградова «Достоевский и Краевский» в книге «Достоевский и его время. Ленинград, 1971 год, страница 17-32. 6 февраля 1878 года Федор Михайлович получил от непременного секретаря Академии наук следующую бумагу. «Императорская Академия наук, желая выразить свое уважение к литературным трудам вашим, избрала вас, милостивый государь, в свои члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности. Избрание это состоялось в торжественном заседании Академии 29 декабря 1877 года. Федор Михайлович был очень доволен этим избранием, хотя несколько запоздалом на 33-й год его деятельности сравнительно с его сверстниками по литературе. Избрание Достоевского в члены-корреспонденты Академии наук по отделению русского языка и словесности состоялось 2 декабря 1877 года. 29 декабря избрание было оглашено на торжественном годовом собрании Академии, а 6 февраля 1878 года непременный секретарь Академии Веселовский уведомил об этом Достоевского официальным письмом с приложением почетного диплома на латинском языке. Латинский текст диплома опубликован Мадзолевским в статье «Достоевский, член-корреспондент Академии наук, Достоевский, однодневная газета Русского библиологического общества Петроград, 1921 год, 12 ноября. Среди русских писателей второй половины XIX века Достоевский позже других удостоился этого звания. К тому времени членами-корреспондентами Академии наук уже были Лев Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский, Алексей Толстой, Аполлон Майков, Тютчев, Аксаков, Хомяков. Припоминаю, что в начале 1878 года Федор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц обществом литераторов в разных ресторанах у Бурреля, в Малой Ярославце и других. Приглашения рассылались за подписью знаменитого химика Менделеева. На этих обедах собирались исключительно литераторы самых различных партий, и здесь Федор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму 1878 года Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах. Глава четвертая 1878 год Приезд поклонницы Как-то раннюю весною 1878 года мы мирно всей семьей сидели за обедом. Освежившись долгой прогулкой Федор Михайлович был в очень хорошем настроении и весело беседовал с детьми. Вдруг раздался сильный звонок. Девушка побежала отворить, и мы через полуоткрытую в переднюю дверь услышали, как чей-то женский несколько визгливый голос произнес «Жив еще?» Девушка, не понявшая вопроса, молчала. Я спрашиваю, «Жив ли еще, Федор Михайлович?» «Они живы?» ответила оторопевшая девушка. Я хотела пойти узнать, в чем дело, но Федор Михайлович, сидевший ближе к двери, опередил меня, быстро вскочил и почти выбежал в переднюю. К нему навстречу поднялась со стула немолодая дама, которая, простирая к нему руки, воскликнула «Вы живы, Федор Михайлович! Как я рада, что вы еще живы!» «Но, сударыня, что с вами?» воскликнул в свою очередь изумленный Федор Михайлович. «Я жив и намерен еще долго жить!» «А у нас в Харькове разнеслись слухи, говорила в волнении дама, что жена ваша вас бросила, что от измены ее вы тяжко заболели и лежите без помощи, и я тотчас выехала, чтобы за вами ухаживать. Я к вам прямо с машины!» Слышу возгласы, я тоже вышла в переднюю и нашла Федора Михайловича в полном негодовании. «Слышишь, Аня?» обратился он ко мне. «Какие-то негодяи распустили сплетню, будто ты от меня убежала!» «Как это тебе покажется?» «Нет, как это тебе покажется?» «Да успокойся, дорогой, не волнуйся», говорила я. «Это какое-нибудь недоразумение? Уйди, пожалуйста, тебя в передней продует». И я потихонечку потянула Федора Михайловича в сторону столовой. Он меня послушался, ушел, и еще долго слышались из столовой его негодующие восклицания. Я же разговаривала с незнакомкую, которая оказалась учительницей, очень добрую, но не особенно должно быть умную особой. Ее, кажется, прельстила мысль ухаживать за знаменитым писателем, которого покинула негодная жена, и, возможно, что проводить его в лучший мир, а затем гордиться остальную жизнь тем, что он скончался на ее руках. Мне было да нельзя жаль бедную незнакомку, очевидно, серьезно взволнованную, и, извинившись, я отошла на минутку в столовую и сказала мужу, что хочу накормить ее обедом. Федор Михайлович замахал руками и зашептал «Да позови ее, только дай мне сначала уйти», скачал с места и ушел к себе. Я вернулась к незнакомке и предложила ей отдохнуть и пообедать, но она, видимо, огорченная, сделанным ей мужем моим приемом, отказалась и попросила только горничную отнести до извозчика ее довольно большую плетеную корзину, которую за ней принес дворник. Я не стала настаивать, но осведомилась, где она становится и как ее фамилия и имя отчества. Вернувшись к мужу, я нашла его в большом раздражении. «Нет, ты подумай только, говорил он в волнении, ходя по комнате, какую низость придумали! Ты меня бросила! Какая подлая клевета! Какой это враг сочинил!» Мысль, что меня могли оклеветать, наиболее поразила мужа в этом инциденте. Видя, что это сравнительно неважное происшествие так сильно его обеспокоило, я предложила ему написать в Харьков к своему старинному другу, профессору Бекетову и расспросить его, какие слухи там о нас ходят. Достоевский познакомился с Николаем Николаевичем Бекетовым и близко сошелся в 1846 году благодаря его брату Алексею Николаевичу, товарищу по инженерному училищу. По собственному признанию Достоевского, тяжело переживавшего разрыв с современником, у Бекетовых он возрождается не только нравственно, но и физически. Письма том 1, 103 страница. О дружбе Достоевского с Бекетовым в 40-е годы смотри «Литературные воспоминания Григоровича, Москва, 1961 год, страницы 90-93 и статьи Комаровича «Юность Достоевского, былое 1924 год, номер 23 и поддубный Бекетовско-Майковский круг в идейных исканиях Достоевского 1840-х годов. Освободительное движение в России выпуск 8-й 1978 год, страницы 23-24 Муж принял мой совет и в тот же вечер написал Бекетову и немного успокоился. На другой же день он просил меня навестить незнакомку, но я ее не застала, она еще утром уехала обратно. Это письмо Достоевского к Бекетову не сохранилось. Ответное письмо Бекетова от 18 августа 1878 года хранится в Государственной библиотеке имени Ленина. Долинин на основании ответного письма Бекетова, в котором он сообщает сведения об Ожегиной, делает вывод, что в главе «Приезд поклонницы» в воспоминаниях Достоевской речь идет об Ожегиной Белетристке, напечатавшей в отечественных записках 1869 год номера 3 и 5-7 роман «Своим путем» из записок современной девушки «Смотри письма», том 4, 344 страница. Глава 5 1879 год Первые два месяца наступившего года прошли для нас спокойно. Федор Михайлович усиленно работал над романом и работа ему давалась. В начале марта мужу пришлось принять участие в нескольких литературных вечерах. Так, 9 марта муж читал в пользу литературного фонда в зале благородного собрания. В этом вечере приняли участие наши лучшие писатели Тургенев, Салтыков, Потехин и другие. Федор Михайлович выбрал для чтения «Рассказ по секрету» из «Братьев Карамазовых», прочел превосходно и своим чтением вызвал шумные овации. «Рассказ по секрету» — это исповедь горячего сердца в стихах третья глава третьей книги первой части «Братьев Карамазовых». Тимофеева Поченковская вспоминает о выступлении Достоевского на вечере 9 марта 1879 года. Он читал главу из «Братьев Карамазовых» «Рассказ по секрету», но для многих, в том числе и меня, это было чем-то вроде откровения всех судеб. Мне слышались под звуки этого чтения две фразы, все объяснявшие мне и в Достоевском, и в нас самих. Мне представлялось, как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешептывались между собою маньяк, юродивый, странный, а голос Достоевского с напряженным и страстным волнением покрывал этот шепот. Пусть странно, пусть хоть в юродстве, но пусть не умирает великая мысль. И этот проникновенный страстный голос до глубины потрясал нам сердце. Не я одна, весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживал их от невольных рукоплесканий. И как наконец загремели эти рукоплескания. Все хлопали, все были взволнованы. Эти внезапные рукоплескания, не вовремя прервавшие чтения, как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплесканий становились все громче, все продолжительнее. Тогда он поднялся, как бы с трудом освобождаясь от сладкого сна и, сделав общий поклон, опять сел читать. Достоевский в воспоминаниях том 2, 182-я, 183-я страница. Успех литературного вечера был так велик, что решили повторить его 16 марта почти с теми же, кроме Салтыкова, исполнителями. Во время чтения 16 марта мужу был преподнесен букет цветов от лица слушательниц высших женских курсов. О выступлении Достоевского на вечере 16 марта 79-го года смотри воспоминания актрисы Савиной в сборнике Тургенев и Савина с предисловием и подредакцией Кони Петроград 1918-й год страница 68-69-я. Воспоминания Садовникова в сборнике «Русское прошлое» 1923-й год номер 1-й страница 75-я 76-я. И письмо Соловьева Несмелого Сурикову Достоевский в неизданной переписке современников публикация Ланского литературное наследство том 86-й 476-я 477-я страница Букет Достоевскому преподнесла дочь философовой Каменецкая. На ленте расшитой в русском вкусе находилась сочувственная пчтецу надпись. Около двадцатых чисел марта с мужем произошел неприятный случай, который мог иметь печальные последствия. Когда Федор Михайлович по обыкновению совершал свою послеобеденную прогулку, его на Николаевской улице нагнал какой-то пьяный человек, который ударил его по затылку с такой усилой, что муж упал на мостовую и расшиб себе лицо в кровь. Мигом собралась толпа, явился городовой и пьяного повели в участок, а мужа пригласили пойти туда же. В участке Федор Михайлович просил полицейского офицера отпустить его обидчика, так как он его прощает. Тот пообещал, но так как на завтра о нападении появилось в газетах, то ввиду литературного имени потерпевшего составленный полицией протокол был передан на рассмотрение мирового судьи тринадцатого участка господина Трофимова. Недели через три Федор Михайлович был вызван на суд. На разбирательстве ответчик, оказавшийся крестьянином Федором Андреевым, объяснил, что был зело выпимши и только слегка дотронулся до барина, который от этого и с ног свалился. Газета «Голос», 1879 год, номер 102, 14 апреля, примечание Достоевской. Федор Михайлович заявил на суде, что прощает обидчика и просит не подвергать его наказанию. Мировой судья, снисходя к его просьбе, постановил, однако, за произведение шума и беспорядка на улице подвергнуть крестьянина Андреева денежному штрафу в 16 рублей с заменой арестом при полиции на 4 дня. Муж мой подождал своего обидчика у подъезда и дал ему 16 рублей для уплаты наложенного штрафа. На судебном заседании присутствовал Минаев, который сразу же после окончания заседания в присутствии Достоевского прочел Трофимову шуточный экспромт. «О, из судей столицы Невской, счастливее всех ты, без сомнения, коль от тебя сам Достоевский ждал справедливого решения». Исторический вестник 1909 год номер 9 страница 925 Об этом эпизоде из жизни Достоевского смотри также воспоминания Репина, Достоевский и Босяк, Петербургская газета 1903 год номер 333 4 декабря На пасхальных праздниках 3 апреля в Сореном городке состоялось литературное чтение в пользу Фребелевского общества. На нем Федор Михайлович прочел «Мальчика у Христа на елке». Фребелевское общество было создано в России последователями известного немецкого педагога Фридриха Фребеля. Во время работы над братьями Карамазовыми Достоевский обращается к лучшим образцам педагогической литературы, в том числе к трудам Фребеля. В черновых тетрадях к роману есть запись о Пистолоце, о Фребеле, статью Льва Толстого о школьном современном обучении. Достоевский, том 15, 199 страница. Ввиду того, что праздник был детский, муж пожелал взять на него и своих детей, чтобы они могли услышать, как он читает с эстрады и увидеть, с какой любовью встречает его публика. Прием и на этот раз был восторженный, и группа маленьких слушателей поднесла чтецу букет цветов. Федор Михайлович оставался до конца праздника, расхаживая со своими детьми по залам, любуясь на игры детей и радуясь их восхищению доселе невиданными зрелищами. На Пасхе же Федор Михайлович читал в помещении Александровской женской гимназии в пользу бестужевских курсов. Он выбрал сцену из преступления и наказания и произвел своим чтением необыкновенный эффект. Курсистки не только горячо аплодировали Федору Михайловичу, но в антрактах окружали его, беседовали с ним, просили высказаться о разных интересовавших их вопросах, а когда в конце вечера он собрался уходить, то громадную толпой в 200 или более человек бросились вслед за ним по лестнице до самой прихожей, где и стали помогать ему одеваться. Я стояла рядом с мужем, но стремительно бросившаяся толпа меня оттеснила, и я осталась далеко позади, уверенная, что муж без меня не уедет. Действительно, надев пальто, Федор Михайлович оглянулся и, не видя меня, жалобным голосом проговорил, где же моя жена, она была со мной, отыщите ее, прошу вас, обращался муж к окружавшим его почитательницам, и те дружно принялись выкрикивать мое имя. К счастью, меня не пришлось долго звать, и я тотчас подошла к мужу. Наступила весна, и мы по обыкновению стали спешить с отъездом в Старую Руссу. Тем более, что Федору Михайловичу было предписано профессорам Кашлаковым непременно поехать в Эмс, а мужу хотелось пожить с семьей на даче и, если удастся, на свободе поработать. На наше горе весна была холодная и дождливая, и муж не только на даче не поправился, а даже похудел, что нас всех очень огорчило. Зато лето началось для нас очень приятно. В Руссу приехала на сезон Жаклар Корвин с семьей, которую мы оба очень любили. Муж почти каждый день, возвращаясь с прогулки, заходил побеседовать с умной и доброй женщиной, имевшей значение в его жизни. Во второй половине июля 18-го Федор Михайлович выехал за границу и 24-го был в Эмсе. Остановился на прежней квартире в Вель-Дальжер и направился к своему доктору господину Орту. Хотя прошло уже три года со времени последнего приезда мужа, но доктор его узнал и даже утешил обещанием, что Кренхен его воскресит. Нашел, писал мне муж от 25-го июля, что у меня какая-то часть легкого сошла с своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом. Все вследствие эмфиземы, хотя, прибавило в утешение, сердце совершенно здорово, а все эти перемены мест тоже немного значат и не грозят особенно. Конечно, он, как доктор, обязан даже говорить утешительные вещи, но если эмфизема еще только в начале уже произвела такие эффекты, то что же будет потом? Впрочем, я сильно надеюсь на воды. Письма, том 4, 74-я страница. В ответном письме от 30 июля 1879 года Достоевская писала из Старой Руссы Вэнс «Здравствуй, мой дорогой и золотой муженек, как ты поживаешь, мое золотое сокровище, как твое здоровье? Я ужасно рада, милочка мой, что ты благополучно доехал и уже начал свое лечение. Господи, если бы оно принесло тебе пользу, ничего бы я более этого не желала. Я думаю, Орд преувеличил и для пущей важности объявил, что у тебя сердце не на месте. Бог даст, воды принесут тебе пользу, и ты вернешься здоровый. Ради Бога, лечись хорошенько и не скупись для своего лечения». Переписка, 287-я страница. Объяснения доктора Орда меня чрезвычайно смутили и обеспокоили, так как я, видя последние годы мужа бодрым и сильным, не предполагала, что болезнь его сделала такие зловещие успехи. Но, зная, что питье Кренхена всегда приносило мужу большую пользу, я утешала себя мыслью, что улучшение здоровья произойдет и на этот раз. Рассчитывала я очень на то, что Федор Михайлович встретит кого-либо из своих приятных ему знакомых, что встречи эти развлекут, и он не будет так скучать, как скучал всегда, когда приходилось разлучаться с семьей. Но, к искреннему моему сожалению, мои надежды не осуществились. За все пятинедельное пребывание мужа в Эмсе не встретилось ни единого знакомого лица, и он горько жаловался на свое полнейшее одиночество. В довершении досады и в читальне оказались только московские ведомости, страшно опаздывающие и мерзкий голос, который меня только бесит. Все развлечение смотреть на детей, которых здесь много, и разговаривать с ними. Да и тут пакости. Сегодня встречаю ребенка, идущего в школу в толпе других, пяти лет, идет, закрывает ладонями глаза и плачет. Спрашиваю, что с ним, и узнаю от прохожих немцев, что у него уже целый месяц воспаления в глазах, сильное мучение, а отец, сапожник, не хочет свести его к доктору, чтобы не истратить несколько пшенигов на лекарства. Это меня ужас, как расстроило, и вообще нервы у меня ходят, и я очень угрюм. Нет, Аня, скука и ничего. При скуке и работа мучения. Да и лучше каторга. Нет, каторга лучше была. Письмо ко мне от 10 августа 1879 года. Примечание Достоевской. Письма, том 4, 95 страница. Письма Федора Михайловича ко мне были самые грустные. В письме от 13 августа муж пишет «Известие о бедной Эмилии Федоровне очень меня опечалило. Правда, оно шло к тому, с ее болезнью нельзя было долго жить, но у меня с ее смертью кончилось как бы все, что еще оставалось на земле для меня от памяти брата. Остался один Федя, Федор Михайлович, которого я нянчил на руках. Остальные дети брата выросли как-то не при мне. Напиши Феде о моем глубоком сожалении, я же не знаю, куда писать ему. Представь, какой я видел сон пятого числа, я записал число, вижу брата, он лежит на постели, а на шее у него перерезана артерия, и он истекает кровью, я же в ужасе думаю бежать к доктору, и между тем останавливает мысль, что ведь он весь истечет кровью до доктора. Странный сон, и главное пятого августа, накануне ее смерти. Я не думаю, чтобы я был очень перед ней виноват, когда можно было, я помогал, и перестал помогать постоянно, когда уже были ближайшие ей помощники сын и зять. В год же смерти брата я убил на их дело, не рассуждая и не сожалея не только все мои десять тысяч, но и пожертвовал даже моими силами, именем литературным, которое отдал на позор с провалившимся изданием, работал как вол, даже брат покойный не мог бы упрекнуть меня с того света. В конце письма прибавляет «Завтра останется ровно две недели моему здешнему молчанию, ибо это не уединение, только о молчании, я совсем разучился говорить, говорю даже сам с собой, как сумасшедший». Письма, том 4, 98, 99 страница. В письме от 16 августа муж пишет ко мне «Я от уединения стал мнителен, и мне все мерещится, что не есть худого и безотрадного, тоска моя такая, что и не опишешь, забыл говорить даже, удивляюсь на себя, даже если случайно произнесу громкое слово, голосу своего, вот уже четвертую неделю не слышу». Письма, том 4, 102 страница. «Я тоже очень мучилась тяжелым душевным состоянием мужа, особенно зная, что кроме того он беспокоится насчет присылки обещанных мною денег. Выслать же деньги я не могла, так как произошло недоразумение с редакцией русского вестника. Редакция прислала мне перевод на контору Ахенбах и Колли в Петербург. Так как я дала слово мужу, что не оставлю детей ни на один день, то поехать за деньгами я не могла, и мне пришлось отослать обратно перевод и просить выслать деньги наличными на старую русу. Как только деньги были мною получены, я тотчас выслала их мужу. Глава шестая. 1879 год. Мысль о покупке имения. Задумываясь о судьбе семьи в случае ослабления своей литературной деятельности или смерти, Федор Михайлович часто останавливался на мысли, когда мы расплатимся с долгами купить небольшое имение и жить отчасти на доходы с него. В письме из Эмса от 13 августа 1879 года муж писал мне, «Я все, голубчик мой, думаю о моей смерти, сам, серьезно здесь думаю и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего. Теперь у меня на шее Карамазовы, надо кончить хорошо, ювелирски отделать, а вещь эта трудная и рискованная, много сил унесет, но вещь тоже и роковая. Она должна установить мое имя, иначе не будет никаких надежд. Кончу роман и в конце будущего года объявлю подписку на дневник и на подписные деньги куплю имение, а жить и издавать дневник до следующей подписки протяну как-нибудь продажей княжонок. Нужна энергическая мера, иначе никогда ничего не будет. Но довольно, еще успеем переговорить и наспориться с тобою, потому что ты не любишь деревни. А у меня все убеждения, что первое, деревни есть капитал, который к возрасту детей утроится, и второе, что тот, кто владеет землею, участвует и в политической власти над государством. Это будущее детей и определение того, чем они будут, твердыми ли и самостоятельными гражданами, никого не хуже, или стрюцкими. В одном из следующих писем нахожу письмо от 16 августа 1879 года, примечание Достоевской. Я все здесь мечтаю об устройстве будущего и о том, как бы купить имение. Поверишь ли, чуть не помешался на этом. За деток и за судьбу их трепещу. В принципе, я совершенно была согласна в этом вопросе с мужем, но находила, что при наших обстоятельствах мысль об обеспечении судьбы детей имением могла оказаться неосуществимую. Первый и главный вопрос заключался в том, кто же будет заниматься имением, если бы и удалось его приобрести. Федор Михайлович хоть и понимал в сельском хозяйстве, но, занятый литературным трудом, навряд ли мог бы принимать в нем деятельное участие. Я же ничего не понимала в деревенском хозяйстве, и, вероятно, прошло бы несколько лет, прежде чем я бы его изучила или приспособилась бы к этому вполне незнакомому для меня делу. Оставалось поручить имение управляющему, но по опыту многих знакомых помещиков я предвидела, к какому результату может привести хозяйничание иного управляющего. Но Федор Михайлович так твердо установился на этой утешавшей его мысли, что мне было искренно жаль ему противоречить. И я просил его только выждать, когда нам выделят наконец нашу долю в наследстве после тетки мужа Куманиной и уже на выделенной нам земле начать помаленьку устраивать хозяйство. Федор Михайлович согласился со мной и решил оставлять деньги за роман братья Карамазовы в редакции русского вестника, чтобы иметь их в запасе, когда они понадобятся на устройство имения. Наследство после Куманиной досталось нам еще в начале семидесятых годов. Оно состояло из имения в количестве шести тысяч десятин, находившихся в Ставерстах от Рязани близ поселка Спас-Клепики. На долю четырех братьев Достоевских, которым приходилось уплатить сестрам деньги, досталась одна треть имения, около двух тысяч десятин. Из них на долю Федора Михайловича приходилось пятьсот десятин. Так как наследников после Куманиной оказалось много, то сговориться с ними представляло большие трудности. Продать имение целиком не находилось покупателей, а между тем с нас, как и с прочих сонаследников, требовались деньги на уплату повинностей. Поверенный наш тоже требовал деньги на поездки в имение бумаги, судебные расходы и прочее, так что наследство это доставляло нам только одни неприятности и расходы. Наконец наследники пришли к решению взять землю натурой, но так как земля была разнообразная, от векового леса до сплошных болот, то мы с мужем решили получить значительно меньше десятин, но лишь бы земля была хорошего качества. Но чтобы выбрать участок, следовало съездить и осмотреть имение. Каждую весну заходил разговор о съезде всех наследников в имение с целью выбрать и отмежевать на свою долю известное количество десятин. Но всегда случалось, что то одному, то другому из наследников нельзя было приехать, и дело отлагалось на следующий год. Наконец летом 1879 года наследники решили собраться в Москве с целью войти в какое-либо окончательное соглашение, и если это удастся, то всем проехать в Рязань, а оттуда в имение, и там на месте решить дело окончательно. Федор Михайлович в то время лечился в Эмсе, и возвращение его ожидалось через месяц. Упустить представлявшийся случай покончить с этим столь тяготившим нас вопросом было бы жаль. С другой стороны, я была в затруднении извещать ли мужа о предполагаемой поездке в имение, тем более, зная, как страстно Федор Михайлович любит своих детей и трепещет за их жизнь, я боялась известием о продолжительной поездке обеспокоить его и тем повредить его лечению. К счастью, я получила еще заранее согласие мужа повезти детей в монастырь Святого Нила Столбинского в Ставерстах от Руссы, и так как поездка должна была продлиться с неделю, то я решила сначала заехать на два на три дня в Москву. Но, приехав туда и застав главных наследников, направлявшихся в имение, я решила воспользоваться случаем и поехала вместе с детьми, чтобы осмотреть землю и наметить то, что более всего подходило бы к желаниям мужа. Поездка нашего имения, продолжавшаяся около десяти дней, обошлась вполне благополучно, и мне удалось выбрать на долю мужа двести десятин строевого леса в так называемой пехорке и сто десятин земли полевой. Федор Михайлович был доволен моим выбором, но в своих письмах из Эмса меня жестоко разбронил за мою скрытность. Мне самой всегда было тяжело скрывать что-либо от Федора Михайловича, но иногда это было необходимо и именно ради того, чтобы не тревожить его и волнениями, которых можно было избежать, не вызывать лишний раз приступа эпилепсии, последствия которой так тягостно для мужа, особенно когда приступ случался вдали от семьи. В начале сентября мы вернулись из Руссы, и у нас началась наша обычная жизнь. К двум часам у нас собиралось несколько человек, частью знакомых, частью незнакомых, которые по очереди входили к Федору Михайловичу и иной раз просиживали у него по часу. Зная, как утомительно действуют на мужа продолжительные разговоры, я иногда посылала горничную просить мужа выйти ко мне на минуту, и когда он приходил, давала ему стакан свежезаваренного чаю. Он наскоро выпивал, спрашивал о детях и спешил к своему собеседнику. Иногда, ввиду чересчур затянувшейся беседы, приходилось вызывать Федора Михайловича в столовую с тем, чтобы он принял какую-нибудь депутацию, пришедшую просить его читать на литературном вечере в пользу какого-нибудь учреждения, или повидался с кем-нибудь из друзей, которым было трудно выждать очередь незнакомых посетителей. В эту зиму симпатия обществу Федору Михайловичу, благодаря успеху братьев Карамазовых, еще более увеличилась, и он стал получать почетные приглашения и билеты на балы, литературные вечера и концерты. Приходилось писать любезные отказы, благодарственные письма, а иногда, не желая обидеть приглашавших, муж направлял меня, и я, проскучав часа два, разыскивала учредительниц праздника, и от имени мужа приносила благодарность за любезность и извинение его, что по случаю спешной работы он не мог быть на вечере. Все это усложняло нашу жизнь и мало приносило удовольствия. В декабре 1879 года Федору Михайловичу пришлось несколько раз участвовать в литературных чтениях. Так, 16 декабря он читал в пользу общества вспомоществования нуждающимся ученикам Ларинской гимназии. Прочел он «Мальчик у Христа на елке». Чтение было дневное в час дня, в числе участвовавших был актер, знаменитый рассказчик Горбунов, и я запомнил, что благодаря его выступлению в читательской все были чрезвычайно оживлены. Литераторы, прочитав выбранный отрывок, уже не выходили в публику, а оставались в читательской. Иван Федорович был в ударе, много рассказывал неизвестного и остроумного, и даже на афише нарисовал чей-то портрет. 30 декабря состоялось тоже литературное утро, на котором Федор Михайлович мастерски прочитал «Великого инквизитора» из братьев Карамазовых. Чтение имело необыкновенный успех, и публика много раз заставляла автора выйти на ее аплодисменты. Достоевский читал отрывок из «Великого инквизитора» на «Литературном утре» в пользу общества вспомоществования студентам Петербургского университета, состоявшимся в благородном собрании. Сохранилась программа «Литературного утра», в котором, кроме Достоевского, приняли участие также Григорович и Вейнберг. О глубоком впечатлении, произведенном на публику чтении Достоевского, свидетельствуют отклики. Письмо к Достоевскому от Комитета общества вспомоществования студентам за подписью председателя Комитета Семенова и сообщения Комитета общества. Оба документа находятся в Государственной библиотеке имени Ленина. Однако попечитель Петербургского учебного округа Волконский остался недоволен восторженной реакцией публики и запретил в дальнейшем читать великого инквизитора. Достоевский писал Гаевскому, сам попечитель присутствовал на чтении, но после чтения он мне объявил, что, судя по произведенному впечатлению, он впредь мне его запрещает читать. Таким образом, инквизитора безусловно нельзя теперь читать. Стало быть, надо взять что-нибудь другое. Письма, том 4, 133, страница. Глава седьмая 1879-1880 годы В 1879-80 годах Федору Михайловичу часто приходилось читать в пользу различных благотворительных учреждений, литературного фонда и тому подобного. Ввиду слабого здоровья мужа, я постоянно его сопровождала на эти литературные вечера, да и самой мне страшно хотелось послушать его поистине художественное чтение и присутствовать при тех восторженных овациях, которые ему постоянно делала почитавшая его петербургская публика. Я постоянно привозила с собой на вечера книгу, по которой муж читал лекарства от кашля, эмские постилки, лишний носовой платок на случай его потери плед, чтобы закутать горло мужа по выходе на холодный воздух и прочее. Видя меня всегда нагруженную, Федор Михайлович называл меня своим верным оруженосцем, примечание Достоевской. Литературные вечера устраивались большую частью в зале городского кредитного общества против Александринского театра или в благородном собрании у полицейского моста. К сожалению, эти мои выезды в свет нередко омрачались для меня совершенно неожиданными и ни на чем не основанными приступами ревности Федора Михайловича, ставившими меня иногда в нелепое положение. Приведу один такой случай. В один из подобных литературных вечеров мы с Федором Михайловичем несколько запоздали и прочие участники вечера были уже в сборе. При нашем входе все они дружески приветствовали Федора Михайловича, а мужчины поцеловали у меня руку. Этот светский обычай целования руки видимо произвел неприятные впечатления на моего мужа. Он сухо со всеми поздоровался и отошел в сторону. Я мигом поняла в чем дело. Обменявшись несколькими фразами с присутствовавшими, я села рядом с мужем с целью рассеять его дурное настроение, но это мне не удалось. На два-три вопроса Федор Михайлович мне не ответил, а затем взглянув на меня свирепо, сказал «иди к нему». Я удивилась и спросила «кому к нему?» «Не понимаешь?» «Не понимаю. Кому ж мне идти?» смеялась я. «К тому, кто так страстно сейчас поцеловал твою руку». Так как все бывшие вчитательской мужчины из вежливости поцеловали мне руку, виновен в предполагаемом мужем моим преступлением. Весь этот разговор Федор Михайлович вел в полголоса, однако так, что сидевшие вблизи отлично все слышали. Я очень сконфузилась и, боясь семейной сцены, сказала «Ну, Федор Михайлович, я вижу, ты не в духе и не хочешь со мною говорить, так я лучше пойду в зал, отыщу свое место, прощай». И ушла. Не прошло и пяти минут, как подошел ко мне Гайдебуров и сказал, что меня зовет Федор Михайлович. Предполагая, что муж затрудняется найти в книге помеченной для чтения отрывок, я тотчас пошла в читательскую. Муж встретил меня враждебно, не удержалась. Пришла поглядеть на него, заметил он. «Ну да, конечно, смеялась я, но и на тебя тоже. Тебе что-нибудь нужно? Ничего мне не нужно. Но ведь ты меня звал и не думал звать. Не воображай, пожалуйста. Ну, если не звал, так прощай, я ухожу». Минут через десять ко мне подошел один из распорядителей и сказал, что Федор Михайлович осведомляется, где я сижу, а потому думает, что мой муж желает меня видеть. Я ответила, что только что была в читательской и не хочу мешать Федору Михайловичу сосредоточить все свое внимание на предстоящем ему чтении. Так и не пошла. Однако в первый же антракт распорядитель опять подошел ко мне с настоятельной просьбой от моего мужа прийти к нему. Я поспешила в читательскую, подошла к моему дорогому мужу и увидела его смущенное виноватое лицо. Он нагнулся ко мне и чуть слышно проговорил «Прости меня, Анечка, и дай руку на счастье, я сейчас выхожу читать». Я была до нельзя довольна, что Федор Михайлович успокоился, и только недоумевала, кого из присутствовавших лиц, все как на подбор были более чем почтенного возраста, он заподозрил во внезапной любви ко мне. Только презрительные слова «Ишь, французишка, так мелким бесом рассыпается» дали мне понять, что объектом ревнивых подозрений Федора Михайловича на этот раз оказался старик Григорович, мать его была француженка. Вернувшись с вечера, я очень журила мужа за его ни на чем не основанную ревность. Федор Михайлович по обыкновению просил прощения, признавал себя виноватым, клялся, что это больше не повторится, и искренне страдал раскаянием, но уверял, что не мог превозмочь этой внезапной вспышки и в течение целого часа безумно меня ревновал и был глубоко несчастлив. Сцены такого рода повторялись почти на каждом литературном вечере. Федор Михайлович непременно посылал распорядителей или знакомых посмотреть, где я сижу и с кем разговариваю. Он часто подходил к полуотворенной двери читательской и издали разыскивал меня на указанном мною месть. Обыкновенно родным читавших предоставляли места вдоль правой стены в нескольких шагах от первого ряда. Ступив на эстраду и раскланившись с аплодирующей публикой, Федор Михайлович не приступал к чтению, а принимался внимательно рассматривать всех дам, сидевших вдоль правой стены, чтобы муж меня поскорее заметил, я или отирала лоб белым платком, или привставала с мест. Только убедившись, что я в зале, Федор Михайлович принимался читать, мои знакомые, а также распорядители вечером, разумеется, подмечали эти подглядывания и расспрашивания обо мне моего мужа и слегка над ним и надо мной подтрунивали, что меня иногда очень сердило. Мне это наскучило, и я, однажды, едучи на литературный вечер, сказала Федору Михайловичу. Знаешь, дорогой мой, если ты и сегодня будешь так всматриваться и меня разыскивать среди публики, то даю тебе слово, я поднимусь с места и мимо эстрады выйду из зала. А я спрыгну с эстрады и побегу за тобой узнавать, не случилось ли чего с тобой и куда ты ушла. Федор Михайлович проговорил это самым серьезным тоном, и я убеждена в том, что он способен решиться в случае моего внезапного ухода на подобный скандал. Глава восьмая Забывчивость Федора Михайловича Приступы эпилепсии чрезвычайно ослабляли память Федора Михайловича и главным образом память на имена и лица. И он нажил в себе немало врагов тем, что не узнавал людей в лицо, а когда ему называли имя, то совершенно не был в состоянии без подробных вопросов определить, кто именно были говорившие с ним люди. Это обижало людей, которые, забыв или не зная о его болезни, спитали его гордецом, а забывчивость преднамеренной целью оскорбить человека. Припоминаю случай, как раз посещая Майковых, мы встретились на их лестнице с писателем Бергом, который когда-то работал во времени, но которого мой муж успел позабыть. Берг очень приветливо приветствовал Федора Михайловича и, видя, что его не узнают, сказал Федор Михайлович, вы меня не узнаете? Извините, не могу признать. Я Берг, Берг? Вопросительно посмотрел на него Федор Михайлович, которому, по его словам, пришел на ум в эту минуту Берг, типичный немец, зять Ростовых из «Войны и мира». Поэт, Берг, пояснил тот, неужели вы меня не помните? Поэт, Берг, повторил мой муж, очень рад, очень рад. Но Берг, принужденный так усиленно выяснять свою личность, остался глубоко убежденным, что Федор Михайлович не узнавал его нарочно и всю жизнь помнил эту обиду. И как много врагов, особенно литературных, Федор Михайлович приобрел своею беспамятностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова